всех приветствую с каждым разом вас все больше и больше это здорово а все у нас получается в положении или нет а вы уже смотрю что вы слишком худа для того чтобы быть положение в общем меня зовут Юрия Екатерина Сергеевна я врач-педиатр и невролог реабилитолог и ничего страшного и сегодня у нас летняя тема мы разбираем путешествия с ребенком и разберем такие темы как аптечка с собой разберем всякие заметки лайфхаки на борту и поговорим про то как нужно вообще подготовиться к путешествию с ребенком и можно ли с ребенком путешествовать и также поговорим про возможность раздопаивания и про то как обезопасить ребенка от бактерий и вирусов соответственно в путешествии тоже начнем наверное с аптечки потому что это самое важное что есть такое из всех путешествий потому что если аптечка с собой есть то в общем то уже не страшно но нет начнем наверное даже не с этого а с того когда же можно путешествовать с ребенком в какую-то другую страну и вообще выходить из дома потому что зачастую для кого-то путешествие это поездка в сочи для кого-то это перелет там в турцию а для кого-то это путешествие сразу в америку или в таиланд куда разница лететь там вы сами понимаете час там два четыре или например 12 часов и в общем то педиатры в поликлинике скорее всего скажут что это не раньше четырех месяцев но мое личное мнение что это именно тот срок тот возраст ребенка когда мама полностью понимает что она готова она полностью поняла что она мама этого ребенка никакого другого она знает что с ним делать если вдруг что-то произойдет он начнет плакать что делать если он описывался обкакался что делать и как кормить его то есть ничего что делает ребенок не вызывает в маме какой-то дискомфорт какой-то страх и панику что куда бежать что делать у меня что-то произошло я не знаю помогите вот когда это все еще есть конечно же не рекомендовано куда-либо ехать потому что любое любой выход из зона комфорта для мамы, и если вдруг еще ребенок что-то параллельно начнет делать, это будет полнейший стресс, мама будет кричать, бегать и думать, о боже, о боже, зачем я вообще на это согласилась, папа туда же надавит, и в общем никаких положительных эмоций от путешествий не будет. Так вот, иногда это спокойствие, оно приходит к мамам около двух недель, когда возраст ребенка две недели, и они спокойно путешествуют, ход в Америку, хоть в Сочи, хоть в Турцию, я имею в виду длину, расстояние полета, или же некоторые мамы не готовы, даже когда ребенку полмесяца. То есть они все время паникуют, они все время расстраиваются, они надумывают, наговаривают и делают из мухи слона, и это нормально. То есть бывают мамы такие, а бывают другие, потому что часто говорят, что ой, да не бойся, не парься, я уже там в неделю ездила, и ничего не было. И допустим, она послушала свою подругу, поехала, и у нее там все, проблемы уже начались с самого аэропорта, она еще не успела сдать багаж, и все, уже началась какая-то невероятная истерия, что ничего у меня не получается. И самое важное, пожалуй, в путешествиях, это спокойствие мамы. Это даже не аптечка, и даже не какие-то прививки, и даже не то, куда вы летите, а спокойствие мамы. Потому что путешествие, кстати, это самое лучшее неврологическое развитие для ребенка. Если вы спросите у невролога, как лучше всего ребенка развивать, и играть в какие-то с ним игры, то, в общем-то, хороший невролог скажет вам, что это путешествие. Но под путешествием подразумевается не только путешествие на самолете в другую страну, это может быть путешествие к бабушке, к дедушке на машине, может быть путешествие далеко на машине, то есть от 2 до 4 до 12 часов, может быть паром, может быть все, что угодно, любое путешествие, которое выход из дома. То есть для кого-то, может быть, путешествие – это посещение торгового центра. Для ребенка, сами понимаете, выход из дома – это уже не просто путешествие, а вообще мир перевернулся, с другой стороны планеты. Поэтому самое важное – не переживать. Потому что ребенок считывает с мамой стресс, считывает, что мама переживает, мама нервничает и начинает нервничать тоже. Потому что мы все знаем, что у ребенка с мамой есть взаимосвязь психологическая, которая никуда не девается. И, соответственно, если вы начинаете паниковать, паниковать начинает ребенок, и тут же подключается папа, если папа рядом, или же ваша бабушка, то есть бабушка ребенка, ваша мама – все начинают паниковать. А на самом деле паниковать не нужно ни в какой ситуации и никогда, потому что паника ни к чему хорошему никогда не приводила. Есть ситуации, когда вам просто нужно знать, что делать. Например, у вас ребенок начинает плакать тогда, когда вы были к этому не готовы, то есть вы не понимаете, что происходит и почему ребенок плачет. Ничего страшного, не нужно никого винить, не нужно переживать, не нужно винить себя, что, о боже, я плохая мать, у меня ничего не получается, у всех все дети спокойные, а у меня ребенок заплакал Это неверная позиция Ребенок может заплакать по любой непонятной никому причине Потому что это ребенок и потому что плач это единственный эмоциональный, самый яркий эмоциональный маркер, который ребенок проявляет, чтобы привлечь внимание мамы И природа придумана, что это плач, потому что если ребенок будет смеяться, улыбаться, то, в общем-то, никто на него не обратит внимания, потому что и так все хорошо Поэтому это слезы и плач Дальше Частое такое мнение, что в самолете будет плакать мой ребенок, но не чей другой И если бы вы были более внимательны, а это обычно происходит тогда, когда у тебя уже и свой ребенок И вы летали в самолете, будучи еще не беременной, ну или беременной, во всяком случае, без ребенка на руках Вы, скорее всего, даже не замечали, как ребенок где-то плачет Но на самом деле почти всегда, практически всегда, в любом аэропорту, в любом самолете какой-то ребенок плачет Но так как мы к этому привыкшие, так как мы на это просто не реагируем, это нормальная история То, в общем-то, это не вызывает никакого дискомфорта Да, ребенок плачет, да, мы это слышим, да, бедный малыш, вот бы ему помочь, но я как бы не его мама И, по идее, я ему никак не помогу И все, ребенок, например, замолкает, все замолкают и все Если даже ребенок плачет слишком долго, не было такой ситуации, во всяком случае, сколько путешествовала я Чтобы кто-то недовольный встал и начал орать там на весь самолет, не знаю, поезд Заберите этого ребенка, выкиньте его в окно Вообще ужас, кошмар, как вы такого ребенка с собой взяли Я такого не видела никогда И поверьте мне, эта ситуация, которая из ряда вон выходящая, она, по идее, не должна произойти ни с кем Если уж она, конечно, и произойдет, то я думаю, что это вина того человека, который это сделает Потому что он будет просто не в себе Поэтому на эту тему даже переживать не нужно Это частое самое переживание, что у меня ребенок заплачет, мне будет так неловко В самолете будут на меня все смотреть Из самолета мне никуда не деться, потому что кажется, что когда ты летишь на самолете Ты более в замкнутом пространстве, нежели чем это поезд, машина или там тот же самый паром Потому что действительно в самолете практически некуда выйти Даже если вы там пойдете в туалет, там настолько все узко, что вам придется оттуда выйти из него и сидеть на своем месте Поэтому бояться вот этой ситуации вообще не нужно Скорее всего, даже больше вероятно, что вам, наоборот, кто-то поможет Потому что часто так бывает, что перелеты ночные И ваши соседи по стулу видят, что там, допустим, вы очень устали Или, например, у вас два ребенка Ребенок начинает плакать, и они просто помогают Вот таких ситуаций я видела, и таких ситуаций много Поддержать просто ребенка, во-первых, это может сделать стюардесса Потому что это в ее праве Единственное, отдадите ли вы ей ребенка Не знаю, моя стюардесса хотела помочь моему мужу с ребенком Он сказал, нет, я ничего никому не отдам, я буду сам стоять Типа, кто вы такая? Но в любом случае помощь 100% будет Поэтому это не какой-то страх, чтобы вот именно из-за этого куда-то не лететь Второй страх, это то, что мы обязательно заболеем И заболею и я, и ребенок, и все И будет самое худшее путешествие Поэтому мы, пожалуй, останемся дома Чтобы ребенок ни в коем случае нигде не заболел Ну, во-первых, ребенок может заболеть даже вообще не выходя из дома Если к нему придут гости Этот гость может быть даже не ваша подруга или близкий друг Это может быть родственник И даже папа, который ходит на работу и приходит обратно Или же даже брат или сестра, который приходит Ходит в детский сад, в школу В какую-нибудь развивашку Или еще что-то возвращается домой Тем более, если это осенний-есенний период Или какой-то период, когда аллергические ситуации Там, цветение, вот это все Тоже может принести домой И вы можете также заболеть вместе с ребенком Как если бы вы куда-то полетели Поэтому это тоже пункт убираем Который не подходит для того, чтобы куда-то не лететь Еще есть ситуация Это родственники, которые говорят Нет, нет, ни в коем случае Вы делаете ошибку Ни в коем случае никуда нельзя выходить до трех лет Мы так не делали и вы так не должны И вообще, что вы за родители такие Если вы уже куда-то собрались Это тоже полный бред Потому что, понятное дело, что родственники Ну, то есть, скорее всего, наши мамы То есть, бабушки и ребенка Они хотят нам просто помочь И предостеречь от каких-либо проблем Но это получается немного вот так вот Некорректно То есть, они говорят достаточно грубо, резко Потому что я тоже с этим столкнулась Наши родители об этом говорили Но мы настаивали на своем И в итоге это просто приняли как данное Как факт И никто потом не расстраивался Потому что то хорошее, что ребенок получит В отпуске на солнце, на море Это гораздо больше превалирует Нежели чем вы там куда-то не полетите Из-за того, что вам стало страшно Или еще что Поэтому это тоже не причина Куда-либо не лететь Если мы находимся в Санкт-Петербурге Говорим о том, что какой климат здесь И какой климат, мне кажется, вообще В любой стране мира Он будет, наверное, лучше Потому что в Питере Ну, правда, солнце бывает очень редко Вот такое лето нынче Это странно Но обычно солнца нет То есть, у нас нехватка витамина D для ребенка А витамин D нужен нам сразу Как ребенок только появляется дома Из роддома Мы начинаем давать ребенку витамин D Соответственно, если вы улетаете В какие-то жаркие страны То витамин D давать вам не нужно Это уже плюс То есть, ребенок это получает через солнечный свет У нас, кстати говоря, лучи Не такой длины волна луча Что она профилактирует витамин D То есть, она нам не подходит Из-за того, что у нас есть облака Очень большая, широкая прослойка облаков То наше солнце как бы не подходит Для того, чтобы делать коррекцию по витамину D Поэтому мы в любом случае витамин D принимаем Если же мы находимся, где постоянно солнце Это даже там тоже самый Сочи Краснодар Вроде бы достаточно близко Это уже подходит, то есть, если вы улетаете даже туда Это невероятный для ребенка плюс Ну, плюс это море Рядом с морем всегда ионизированный воздух Соответственно, это тоже плюс для дыхательной системы И что мы еще там имеем Ну и плюс любое путешествие Еще раз повторю, даже в торговый центр Это невероятное для ребенка развитие Потому что до года ребенок получает все извне Он как бы впитывает как губка И потом после года вам все это выдает Кажется, что ребенок не разговаривает Не видит, не слышит Ну, некоторым кажется Нормальным вроде бы так не должно оказаться Но в любом случае кажется Что ничего такого не происходит Что ребенок лежит в кровати Или я куда-то его беру Особенно часто папа это говорят Что зачем его там брать Он и так ничего не понимает Зачем ему рассказывать сказку Он же ничего не понимает Это все совершенно неверно Потому что до года у ребенка Формируется нервная система Происходит меленизация То есть изначально у нас нерв как бы голый Как вот провод, если представить А в течение года происходит его меленизация Это как оболочка провода И как раз таки Чем больше вы напитаете ребенка Какой-либо информацией Ну, так по-простому Это выходы из зоны комфорта Чем больше их будет В хорошем смысле зоны комфорта Не то, что вы оставили ребенка на улице под дождем И сказали Вот развивайся Тут для тебя, пожалуй, будет неплохо Нет, я имею в виду о чем-то хорошем То есть ребенок с мамой, с родителями Он сыт, он сухой Он довольный И просто в него помещается все больше и больше информации Будь то там шелест листьев Будь то поход в самолет Будь то температура Потому что там здесь было прохладно Здесь было жарко Здесь было влажно Здесь было сухо То есть это тоже все развивает ребенка Ну и соответственно просто разные люди Разные звуки Также мама, которая каким-то образом По-разному реагирует на те или иные ситуации То есть мама одна, это которая мама дома И мама там общается с мужем Это другая мама Мама общается с друзьями А тут мама поехала в путешествие Это мама подошла к стойке в аэропорту Это какие-то эмоции А ребенок все это считывает То есть мы понимаем, что это могут быть любые эмоции Кроме стресса Потому что с детьми самое главное не стрессовать Потому что все негативные эмоции И весь стресс, который когда-то вы получите от ребенка обратно Имейте в виду, он научился это делать от вас Он считывает все эмоциональные триггеры с вас, с родителей Ну в основном с мамы, но и с папы в том числе Поэтому как вы себя будете вести в той или иной ситуации Полностью зависит то, как потом ваш ребенок будет реагировать В общем-то на такую же ситуацию Поэтому имейте в виду Никогда никакого стресса Даже если внутри вы запаниковали Не показывайте это так активно Понятно, что бывают разные ситуации Но не нужно бегать, орать, кричать Недоумевать и вообще непонятно, что происходить Потому что вы взрослый человек Для ребенка вы опора Даже тогда, когда он маленький И даже не в путешествиях Вы все время должны оставаться Вот эта вот непоколебимая опора Потому что вы родитель Вы это тот человек К которому ребенок может прийти в любой ситуации Стрессовой, не стрессовой И научиться тому, как правильно с эмоциями бороться Тут, наверное, все По поводу того, когда же лучше с ребенком лететь Ну если брать самолет В самолете всегда холодно То есть мы когда едем Даже если из жары в жару Вот сейчас бы кто-то куда-то полетел Нужно будет с собой обязательно брать Шапочку и какую-то теплую одежду Потому что в некоторых рейсах Вам не смогут выдать никакое одеяльце Ребенку просто будет холодно И вот это может быть действительно проблемой Потому что сначала была жара В самолете, в смысле в аэропорту Было скорее всего влажно и жарко Потом вы резко пришли В самолет сели Никуда не двигаетесь Ничего не делаете Постоянно пристегнуты Пока там взлетаете Чего-то ждете холодно Ребенок может, например, в это время Занервничать, заплакать, вспотеть Стать влажным А потом снова кондиционер холодный Он просто заболеет В этом случае всегда в самолет берем Маленькую В смысле не маленькую По размеру головы А тоненькую хлопчатобумажную шапочку Чтобы ее в каком-то моменте одеть Когда вы собираете вообще с собой ребенка Очень рекомендую вам прикупить сумки для мам Не просто вот сумку Которая обычно вы ее переименовали Как сумка для ребенка А именно специализированную сумку Сейчас очень много Они стоят совершенно доступно Там от 1000 рублей и до сколько угодно Но они реально очень круто продуманы Потому что у них есть отсеки Вот просто для всего Когда ты только даже берешь Ее в руки У меня просто такая сумка есть Кажется, что ее просто придумал Какой-то Господь Бог Она продумана просто для всего Кармашки Думаешь, зачем этот кармашек Туда идеально входит памперс Сюда идеально входят влажные салфетки Сбоку бывает карман Что из него может То есть он сам карман Ты вставляешь туда влажные салфетки И вытаскиваешь ее сразу же Через этот карман И она у вас все время торчит Вы ее вот так достаете Вам не нужно ничего доставать Никуда лезть У вас ребенок, например, срыгнул Или он уже взрослый Что-то ел, испачкался Вы просто сзади достаете И все Также бывают рюкзаки В которых есть защелка Молния снизу Вам не нужно открывать что-то Искать что на дне Потому что всегда что нужно на дне Это вот правило жизни Вы открываете снизу молнию Достаете все оттуда Это круто Также есть специальные карманы В таких сумках для памперсов Использованных Они сделаны как пакет И тоже застегиваются наглухо И шов водонепроницаемый То есть нет никакого запаха Если вы, например, в том же Ну в самолете есть куда выкинуть Ну мало ли оказались В той ситуации Что вот ну никуда не деть А если еще у вас не было детей И вы с этим не сталкивались То памперсы пахнут Ну просто вообще От этого не деться вообще Никуда от этого запаха Их нужно куда-то деть Герметично спрятать То вот эта сумка вас спасет Ну и плюс там очень много придумок Для, допустим, бутылочек Если ребенок на смешанном скармливании Где они все в фольге То есть они держат температуру Или, соответственно, холод В общем, поэтому вы про них не забывайте Эти сумки Они реально классные Если вдруг вам будет интересно Вы найдете меня в инстаграм Это доктор Юрьева Напишите мне Я вам скину ссылку Я ее покупала за 2 500 рублей Вот этот рюкзак В смысле даже лучше не сумка А именно рюкзак Потому что вам таскать это на себе И удобнее это сделать Конечно же на спине Нежели чем на одно плечо Поэтому для ребенка Вы продумываете все Вы берете обязательно Два комплекта пеленок Потому что одна пеленка Вам понадобится для того Чтобы ребенка, например, вытереть Если он обкакался Или же просто, я не знаю Что-то с ним произошло Его нужно вдруг вытереть Вы берете просто сухую пеленку Чтобы где-то ее подложить Потому что неизвестно Где вам придется ребенка переодеть Потому что вы едете в путешествие Не всегда бывает детская комната Не всегда бывают удобные условия Должна быть обязательно пеленка Плюс обязательно влажные салфетки Обязательно с собой вода бутилированная Даже если у вас ее ребенок не пьет А просто для того, чтобы вымыть руки Что-то протереть Вода обязательно Также можно иметь с собой спиртовые салфетки Что-то обрабатывать Но я не приверженец того Чтобы все обрабатывать спиртовыми салфетками Потому что мы все живем в бактериальной среде И в общем-то бактерии среди нас И глупо думать Что какая-то там стерильная салфетка Ты что-то протрешь И в общем бактерии не попадут никуда Скорее всего нет Так не будет Поэтому я лично спиртовые салфетки Не использую в своей практике Дальше вы обязательно берете комплект одежды Тот, который ребенок едет Еще один, чтобы переодеться более теплый Например, или наоборот более летний И плюс еще один комплект одежды И тот, и тот Потому что мало ли что Вы можете подумать Что это там поездка двухчасовая с подругой Мы вышли вот на улицу А ребенок у вас сразу же описывался Описывал штаны И еще срыгнул на кофту То есть все, уже ничего не подходит Все мокрое Нужно переодеть Ладно там взрослый Допустим закрыл, спрятал Подумал, ай фигня Ребенок будет мокрый Ребенка может продуть Ребенку будет дискомфортно Поэтому всегда с собой имейте дополнительный комплект Он не занимает никакого места И просто вам будет действительно в помощь Также про шапочку я уже сказала И вы с собой берете обязательно подгузники В какой бы вы стране не были Лучше взять с собой их И вообще с собой Если у вас ребенок уже, например, на прикорме Или же у вас есть смесь Рекомендую взять вам на первые 2-3 дня Обязательно запас Потому что последний раз Вот мы были с дочерью во Вьетнаме Ну, вроде бы казалось Там нету ничего На самом деле там есть все Это такая из худших самых стран Скажем так Там было все И памперсы, и еда Единственное, там не было вообще Так, чего там не было-то вообще А, вообще баночного питания Вообще Просто не существовало Мы не нашли его То есть каша есть Причем одно наименование У них же нету У них только рисовая, правильно? Я не путаю в Вьетнаме Ни гречневая, ни кукуруза Ни вообще никакое рисовое С чем хочешь, просто с чем хочешь Никаких банок Ни мясных Ни фруктовых То есть вообще никаких И нету вот таких вот Как они называются Пюрешек в пакетиках Чтобы высасывать Мы тоже их не нашли Но зато памперсы есть Хорошо Поэтому тут смотрите Но если вы поедете в жаркую страну Допустим Таиланд, Вьетнам Или там та же самая Индия То там не нужно переживать за то Что у вас ребенок что-то не поест Если он уже на прикорме Потому что там есть всегда свежие фрукты Которые вы можете купить на рынке Не нужно их бояться Это хорошие фрукты Они продаются так же, как у нас на рынках Это не какие-то там фрукты Что ребенок съест, отравится Вирус коксаки и все Смерть Нет Это все Исключительный случай Что ребенок там заразится от Пищи То есть это просто Либо кто-то не соблюдал стерильность Либо кто-то не соответствовал стандартам СЭС Просто не обрабатывал овощи Или там фрукты Такого по идее не должно быть То есть несмотря на то, что это там страны Которые мы ничего про них не знаем Но у них реально все хорошо С этим моментом Потому что Сколько бы мы с дочерью уже не ездили Мы много ездили Я нигде не столкнулась с какой-то ситуацией Чтобы действительно прям вот вообще Тотально чего-то не было Нет в банках Бери, пожалуйста, фрукты Не знаю, либо ложкой их дави Ну, вилочкой Либо можно купить там блендер Это тоже все присутствует в магазинах Кстати говоря, из таких мастхевов Которые, наверное, круто было бы иметь Это Филипса Авент Это пароварка блендер в одном Она занимает дно у нее примерно вот такого размера И вот такая вот туба Где-то вот такой высоты В которой с одной стороны вы это парите Ну, как будто бы варите То есть пароварка Потом вы просто переворачиваете эту же тубу И ее мелите У вас с собой есть пюрешка Она стоит 15 тысяч рублей Иногда по скидкам в дочках-сыношках Она бывает за 12 тысяч рублей И это круто Потому что это реально удобно Мы ее не брали с собой Она у нас не влезла в сумку И мы, естественно, пожалели о том, что мы ее не взяли с собой Там мы ее нигде не нашли Они вообще не знают, что это такое Это про Вьетнам, я имею в виду Поэтому мы там все давили вилочкой Но тоже ничего страшного Из всех ситуаций есть выходы Дальше по поводу того, что мы еще берем с собой Все взяли на три дня Водичку, да По поводу допаивания У нас был вопрос, нужно ли ребенка докармливать В смысле, хватит ли грудного молока Или все-таки нужно ребенка допаивать Так вот, вообще, тема допаивания Я уже не раз говорила в своих лекциях И здесь, по-моему, в Comfort Baby Это, на самом деле, такая тема Как вот кто-то катается на лыжах И ненавидит сноуборд Кто-то ест арбуз И говорит, что он круче дыни И кто-то пьет колу А говорит, что там А другой, что фанта круче Или, например, пепси и кола То есть это вот кто кому как Я не встречала ни одного ребенка Которому стало плохо От того, что его допаивали с детства И такого же ребенка Которого не допаивали И разницы в них нет никакой Если это вода хорошая Не там из-под крана Не из реки Не из озера Или там, не знаю, откуда еще взятая А хорошая бутилированная вода Вода из фильтра Я кипяченую воду не люблю Я считаю ее мертвой Но это мое личное такое отношение К кипяченой воде Если вы пьете кипяченую воду дома И для вас это нормально То ребенок тоже, в принципе, может ее пить Поэтому с водой история элементарная Хотите, допаивайте Не хотите, не допаивайте Но когда вы приезжаете в жаркую страну Конечно, ребенку нужно пить воду Потому что, несмотря на то, что грудное молоко У нас же есть как бы переднее и заднее молоко Оно во время кормления перемешивается Не так, что сначала только-только переднее А потом только-только заднее Есть там какой-то между ними стык Оно постепенно меняется Более переднее считается более жидкое А заднее более жирное Как питание А переднее как бы как вода По идее, природа придумана то, что ребенку хватает Молока и для того, чтобы покрыть жажду И, соответственно, чтобы наесться Но все-таки, если вы еще раз повторюсь Едете в жаркую страну То можно ребенку предложить попить Потому что часто бывает, что дети Начинают в жарких странах быть очень крикливыми Раздражительными Им все не нравится Ну, потому что, во-первых, они теряют очень много воды Из-за пота Пот из-за того, что концентрация внутри ребенка воды маленькая Ну, потому что он постоянно потеет И становится соленый И просто это вызывает раздражение, в принципе, по телу Поэтому ребенка допаивайте Чтобы у него было много жидкости внутри организма Чтобы он спокойно охлаждался и нагревался Потому что мы, когда приезжаем за границу Мы пьем литрами воду Нам хочется лимонадика какого-нибудь похолоднее А ребенку не даем Потому что вроде бы как допаивать нельзя Только на грудном скармливании Если подумать логически То ребенку может просто не хватать воды Ему хочется пить И так часто бывает В моей практике сто тысяч раз было Что мы с моими пациентами Я говорила, просто ребенка допаивайте Особенно если ребенок на смешанном скармливании Или только на искусственном Ребенок просто становился совершенно другой О боже, вы наконец поняли Я пить хотел Ничего у меня не болит И ни живот там Я не мокрый и сытый Просто дайте мне попить То есть с этим можно спокойно экспериментировать Сейчас миллион баночек, бутылочек Возможностей, как ребенка можно напоить водой Даже если у вас нет с собой никакой бутылки специальной Вы берете просто ложечку Даже если у вас нет детской ложечки Обычную железную ложечку И просто ребенку чуть-чуть допаивайте Там 10-15 капель И все, ему этого будет уже достаточно Поэтому, конечно, когда солнце Ребенка лучше попробовать допаивать Некоторые дети просто отказываются Мне не нужно, я не хочу пить А некоторые начинают пить Просто как вот пылесосы И прям начинают пить, пить, пить И им нравится Потому что действительно живому организму В частности человеку Человеческой особи вода Нужна для жизнедеятельности Этого бояться не нужно Обязательно с собой мы берем для ребенка панаму Причем если это более-менее взрослый ребенок Который уже панаму может сорвать Вы берете три разных вида Кепка, панамка и косынка И предлагаете ребенку каждый раз выбирать Тогда это работает Ребенок типа каждый раз выбирает что-то новое Но на самом деле у него три выбора И вы так немножко его обманываете Причем вы практически всегда берете это с собой Всегда на пляж О, ладно, кепки не нравятся, держи, выбирай О, у тебя же такая замечательная панама И в течение дня вы можете все это менять Потому что солнечный удар для ребенка Это серьезная история Не нужно ни в коем случае допускать этих моментов И когда у вас появляется ребенок То ваше посещение моря Ну а именно загара Превращается в некий другой план То есть если раньше вы могли себе позволить После 12 оказаться на солнце И захотеть загореть как помидор А потом понять, что вы сгорели Ну и ладно С ребенком такая история не прокатит То есть вы строго до 12 можете находиться под солнцем Я не говорю, что на улице И соответственно строго после 4 Если это страны, где солнце вообще в экваторе То это там буквально после 5-7 Потому что чтобы ребенка ни в коем случае Не долбанул солнечный удар Для ребенка это очень страшно Потому что он будет лежать, ему будет плохо Не дай бог он попадет в больницу В общем ни в коем случае не допускать Самый лучший режим это вставать Там где-нибудь в 7 утра Ну понятно, что не каждый это может Потому что в отпуске обычно все отсыпаются Но лучше попробовать так Вставать в 7 утра, идти на пляж Там где-то до 10-11 тусоваться спокойно Причем не знаю, знаете ли вы Что загар прилипнет как к ребенку Так и к взрослому даже в тени Мною лично это проэкспериментировано Я думаю, что вот кивают девчонки, что тоже То есть не обязательно лежать под открытым солнцем Реально, не обязательно Вы можете лежать так же в теньке И у вас будет загар такой же Только вы еще ни разу плюс не сгорите Это прям плюс Последний раз, это было 2 месяца назад Мы ездили с сестрой на Кипр Она лежала на открытом солнце Я лежала практически всегда в тени Только там с 7 до 11 Она была загорелая красная Я была просто загорелая Поэтому одинаковый загар С ребенком такая же история Не нужна там прям под солнце, прям под лучи Когда вы покупаете панаму, лучше покупайте Вот панамка тут в облипку на резиночке А здесь такие прям поля Причем лучше такие гофрированные Чтобы эта одна из гофр Она как бы ляжет у вас на плечи ребенка И будет ощущение того, что она как будто под зонтом Только обязательно панамку не делайте тугую Чтобы из серии предотвратить, что будет потерян То есть что от ветра она не улетит Пускай лучше она там каждый раз улетает Или сделайте веревочку Нежели чем, чтобы резинка была тугая И ребенку сжимало голову Это всегда неприятно По своим ощущениям Вспомните, когда сжимается здесь голова в районе шапок Это всегда очень неприятно Поэтому панамочку выбирайте по размеру И еще, кстати, есть солнечные очки Отличная опция Совсем, конечно, для маленьких детей она не подойдет Но дети более старшего возраста Где-то, например, которые уже хотя бы сидят Там 7-8 месяцев То вы им реально можете предложить солнечные очки Потому что детям это нравится Они сначала их снимают, но потом понимают, что в них реально круто И лучше покупать сразу очки с резинкой Которая здесь на голове держится Потому что, конечно, дети еще не могут все время держать ровно голову Они у них просто будут всегда падать Вы их потеряете А если взять с резиночкой Или даже купить просто обычные Продеть резиночку, дырочки сделать То тогда они вам прослужат гораздо дольше И, естественно, покупайте только те, которые гнутся во все стороны Они такие Из эластичной пластмассы Их можно в эту выгнуть в сторону В эту Во-первых, вы их не сломаете Во-вторых, там ребеноками никак не уколется Потому что пластмасса, если она трескается Она, соответственно, может дать какие-то осколки Ну и в целом просто не поломается От того, что ребенок на нее сядет, кинет Их, в смысле очки Сядет, кинет куда-то Или там вылетят стекла То есть этого тоже не произойдет Потому что очень эластичный материал Итак, мы плавно, наверное, перешли к аптечке И в аптечке начнем с солнцезащитного крема Который должен быть На самом деле не только для ребенка Но и для взрослого Я рекомендую 50+, и не меньше Потому что сейчас очень много Онкологических заболеваний кожи Сейчас очень большая радиация всего Что вокруг нас существуют Заводы, пароходы, электровышки Там, я не знаю, солярии, крема Все, что хочешь, это все влияет на нашу кожу И, естественно, все это может вызвать Какую-то непонятную реакцию Мы все знаем, что онкология Это вдруг спонтанное перерождение клеток Непонятно чего взятое И как раз таки солнце, солярий И вот эти все ожоговые истории Они вызывают, конечно же, очень большую вероятность того Что может быть какая-то проблема Поэтому я очень рекомендую вам Использовать и для себя, и для ребенка Средство защиты 50+. Мной испробована Мустелла 50+, супер классная Урьяж 50+, супер классная И еще Ля Рош Позе 50+, тоже супер классная То есть проводила я личный эксперимент Одну ногу ты мажешь 50+, вторую не мажешь ничем Красная здесь вообще ничего Или же ты мажешь 1,50+, и каким-то средством местным Здесь нога не сгорает Здесь, соответственно, сгорает Поэтому смотрите сами Но лучше, конечно, выбирать безопасные способы Также ребенка вы мажете кремом Как только вы пришли на пляж И каждый раз после воды Если себя, в принципе, можно не мазать Потому что у нас более твердая кожа И в целом мы уже там знакомы, что такое солнце И если, допустим, солнце на нас светит То мы уйдем Ребенок же может, например, заиграться в песке Спиной, будучи на солнце И из-за того, что вы забыли его намазать Плюс он еще был влажный Из-за капелек воды Солнце, соответственно, отражаются лучи Может быть, какой-то ребенок может сгореть Поэтому здесь тоже 50+, всегда Сейчас современные очень средства Они часто, почему, кстати, не использовали раньше 50+, Потому что они были такой консистенции Что они делали кожу сизой, такой бордовой Может быть, вспомните этот эффект Они были очень густые Их, во-первых, не намазать Они были неэкономичны, эти средства И портили одежду Потому что пачкали купальники И, соответственно, делали кожу вот такой вот Какого-то багрового цвета, некрасивого Это из-за цинка, который в них был Сейчас его там нету И средства наносятся идеально Ничего не оставляют Ни липких следов Ни купальники, никаких следов То есть, короче говоря, куда бы вы ни ездили Будучи с ребенком или с собой Вы берите всегда 50+, Лицо обязательно Просто всегда Вообще, каждую секунду Вы мажете на солнце И ребенку, и себе Обязательно выступающие части тела Это нос И уши И ребенку тоже не забывайте мазать уши Потому что Это первое, что у вас сгорит Потому что уши тонкие Они как бы отходят от тела И являются такими проводниками Для солнца Которые сразу же сгорают И это очень больно Ребенку будет дискомфортно Особенно, если это Более взрослый ребенок Потому что он уже будет четко понимать Где у него что Маленький ребенок Наверное, получше потерпит Эту ситуацию Но тоже не хотелось бы Потому что я сталкивалась с ситуацией Когда я ездила к родственникам У них только родилась дочь Это было лет 6 назад В Испанию И они пропустили Вот этот момент с солнцем В общем, она у них сгорела Стала практически багровой Половина лица в коляске И, честно сказать Не очень-то ее это как бы беспокоило Это было эстетически не очень красиво Конечно, мы ее там лечили Но в целом В свою очередь дети более старшие У них это все чешется У них болит голова Они справляются с этим еще хуже Плюс там мама еще больше жалеет Поэтому со солнцезащитой Всегда аккуратно Если же вы спалили себя Или кого-то еще То у нас для этого есть средства Первое это пантенол Декстопантенол Причем лучше брать не мазь Потому что мазь есть Но лучше не мазь А пенку, которая в такой тубе И пшикалка Есть распыляющая Как вот дезодорант распыляет А есть как, знаете, мыло Которое пенка такое делает Там большое такое отверстие Квадратненькое Вот такая пенка Почему это лучше? Потому что Для ребенка я имею ввиду Потому что это прикольно И ребенка, скорее всего, вы намажете вот таким Нежели чем какой-то непонятной Некрасивой мазью Которая выходит как какая-то змея Или червяк из какого-то непонятного тюбика Это не круто Для ребенка прикольно Что на нем какая-то вот такая вот пышная Как облако или как зефир Вот такая вот пенка Или что его всего залили вот этим спреем Потому что ощущение еще такое прикольное Охлаждение И он вот такой вот может даже какое-то время постоять Не падать там на пол Или не ложиться на кровать Чтобы, я имею ввиду, все это впиталось Поэтому с детьми всегда имейте ввиду Должен быть вариант какой-то игры Чтобы для них это было интересно Заинтересовать Это просто сыграет вам на руку Если вы все время будете думать о том Что с ребенком может быть какая-то игра Какие-то приколюшки В общем, вот эти средства лучше Плюс они действительно удобнее наносятся Потому что если у вас реально уже есть ожог То до него трудно дотрагиваться Если мы, взрослые, можем потерпеть чуть-чуть То для ребенка это все Не просто нельзя дотронуться Даже дуть на это место нельзя А если же это будет спрей То не будет никакого касания Вы просто зальете это Или же вот эта пенка приложите То будет, конечно же, гораздо лучший эффект И если, соответственно, ребенок у вас сгорел Вы видите, что кожа покраснела Мы проверяем это как Мы прикладываем палец И видим, что если кожа становится белой Под вот этим красным То, соответственно, кожа сгорела То вы обрабатываете всю кожу декстопантенолом И на следующий день вы одеваете Если ребенок у вас все равно красный Там нет никаких пузырей У него нет никакого плохого самочувствия То вы просто одеваете его в одежду И под открытые солнечные лучи Конечно же, вы ребенка уже не отпускаете Если же у него все уже прошло То есть было слегка покраснение Может быть, вам даже показалось Вы все это обработали То есть здесь нет такого, что вы обработаете И сделаете хуже С декстопантенолом такого не бывает То есть можете там хоть каждый вечер обрабатывать Если вам показалось, что ребенок сгорел И, соответственно, на следующий день Пожалуйста, уже также можно на солнечные лучи выходить Но еще раз повторюсь Не в середине дня Потому что они очень опасные Онкогенные И вообще лучше солнцем быть на вы Потому что особенно, если у вас супербелая кожа И особенно, если у вас много родинок Это говорит о том, что кожа слишком ярко реагирует На все вот такие вот раздражители Вот в моем случае я вся в родинках Я просто замазывалась вся целиком Ну, как, последние года три Потому что у меня был эксперимент о том, что я ни чем не намазалась И сгорела так, что у меня был вот такой Вулдырь на все лицо Вот такой огромный С носом и с ртом вместе Герпетический Соответственно, после этого солнцем я на вы Хотя я все это знала, что я вам рассказываю Но мне казалось, что это история не про меня И, кстати, да, по поводу герпеса Все время рекомендую в аптечке с собой иметь средство противогерпетическое Потому что оно любит какие-то провалы иммунитета А солнечные ожоги – это и есть провал иммунитета То есть здесь иммунитет даст сбой Потому что будет ожог Потому что кожа была к этому не готова Она как бы вскипела Особенно, если образовались пузыри То, скорее всего, особенно если вы человек с герпесом Потому что некоторые болеют герпесом всегда А про кого-то герпес вообще не их история Вот если герпес – это ваша тема То, скорее всего, у вас вскочит и герпес Либо на губе У кого-то бывает там как-то в плане там Обоясывающего лишая это проявляется То есть какие-то пузыри по телу Или же бывает еще аллергия на солнце Может быть у кого-то было Это такие маленькие-маленькие папулы Это тоже герпетическая основа, но не герпес Появляются на пояснице Или, например, на коленях Или на груди вот здесь Когда вы долго на солнце полежите Они потом оставляют пигмент Это, во-первых, некрасиво Во-вторых, это чешется И если у вас появился вот какой-то такой вариант на коже То на солнце вам выходить больше нельзя вообще Не в 7 часов, не после 7 Я имею в виду вечера То есть тут вы просто вообще лишились загара Поэтому еще раз повторю С солнцем всегда осторожно С собой противогерпетические средства Особенно если у вас герпес любые, которые есть на рынке Там 2 лацикловир, пожалуйста, просто ацикловир, пожалуйста Все, что хотите Ну и, соответственно, можно крем с собой носить от герпеса местно Там, если это тоже на губах Лучше с собой всегда иметь Потому что если у вас скакивает герпес на губе Вот этот пузырь То его на солнце ни в коем случае нельзя вносить Потому что герпес любит солнце Это будет все потеть Будет растаскиваться герпетический вот этот пузырек Не дай бог, вы еще пойдете в море соленое Он лопнет Растечется вся вот эта жидкость вокруг И, соответственно, герпес у вас будет постоянно-постоянно на губе существовать Это дискомфортно, это не здорово Ну, тем более, если это случится у ребенка То это вообще будет караул Потому что ребенку не сказать, что не нужно трогать вот эту папулу Потом она будет долго заживать Плюс еще она может трескаться, делать какую-то рану А рана это всегда бактериальная флора Поэтому, в общем-то, с герпесом тоже нужно быть осторожным С собой нужно иметь вот эти средства Дальше мы переходим к тому, что у нас может быть Это могут быть какие-то инфекции То есть, например, наглотались воды, заболели по нос Или же, например, от кого-то заразились ОРВИ Или же глаза или уши То есть, что может произойти Ребенка может продуть, если вы, еще раз повторюсь, не взяли шапочку Потому что часто бывает, что утром и днем реально жарко А под вечер прям становится холодно Или поднимается сильный ветер За границей такое бывает И вы идете по пляжу, гуляете по песку С мужем ведете за собой ребенка И реально вот такой вот просто ходит ветер Вам нормально, вы к этому привыкшие Ребенок находится ниже Он находится ниже к воде Соответственно, ветер будет холодней И его может продуть Поэтому вечером вы выходите с ребенком в шапочке Чтобы они закрывали уши Это должна быть не теплая шапочка А именно хлопчатобумажная Может быть даже такое ткань Вот как буквально мое платье Совсем такое легкое Но чтобы уши были прикрыты Особенно если ребенок с мокрой головой Допустим, только купался Тут тоже осторожно с этим моментом Если же вы чувствуете, что у ребенка отит Отит будет проявляться так Что будет... Ребенок будет постоянно браться за уши Бить по ушам Это, конечно, у более взрослых детей У совсем маленьких детей Вы этого не заметите Зачастую отит у маленьких детей проявляется Ну, родители понимают, что это отит У ребенка держится долгая температура Причем температура может быть 38-39 38-39 То падать, то снова подниматься И когда такая температура Вообще тоже запомните Это на всю жизнь даже не связано с путешествием Это может быть либо почки, либо уши То есть, если вы видите, что у ребенка вот такая затяжная Там уже пятый день температура И ребенок то ли да, то ли нет То ли здоров, то ли что-то там Горло вроде чистое И вроде бы ест И вроде бы все нормально Но что-то вот не то То проверяйте сразу почки и уши Потому что это... Они всегда дают вот такую вот стабильную Высокую температуру Если же это такое за границей То да, вы можете заподозрить уши Вы можете посмотреть в уши в ушной канал Вы можете увидеть там покраснение Относительно другого уха Вы можете увидеть там гной Но это уже совсем поздно Лучше бы вы заметили это пораньше Потому что гнойный отит Это уже не просто отит Это значит уже что-то там где-то вскрылось И уже гной вытекает наружу То есть не хотелось бы такой ситуации В любом случае, если вы понимаете Что что-то не так с ушами Это отипакс Капли Они называются отипакс От от слова уха по латыни Их лучше иметь всегда с собой В путешествия Даже для себя, даже для мужа Они универсальны для детей И для людей Ой, в смысле для людей И для взрослых Поэтому их с собой лучше всегда иметь И в путешествии вообще дома Хорошие капли И тоже не нужно бояться Что это антибиотик, естественно Но не нужно бояться Что мы вызовем какую-то резистентность Потому что Сто раз я говорила уже в своих лекциях Что глаза и уши Мы не боимся того Что будем ждать до последнего Не капать антибиотик С ушами и с глазами Все наоборот Вы сразу же Ничего не надо ждать Капайте и глаза, и уши антибиотиком Соответственно В каждое ухо свои капли И в каждый глаз свои капли То, что у нас по два Все у нас свое личное То есть в одно ухо одно В один глаз одно И в другое другое Чтобы не заразить Чтобы не было перекреста инфекции С одного уха на другое С одного глаза в другой глаз Капли мы закапываем Когда в ухо Мы оттягиваем за Как это называется? Мочка Замочка уха Чуть вниз и назад И тогда у нас открывается Слуховой проход Можете попробовать И вы почувствуете Как у вас слуховой проход Как будто бы вытягивается Потому что Если вы будете просто Капать каплю в ухо Она у вас никуда не попадет Она застрянет Вот здесь вот в преддверии Если вы натянете ухо Вот так вниз и назад То, соответственно Слуховой проход Прям будет ярко виден И вы просто закапываете Две-три капли Дальше мы переходим в глаза Ребенок может у вас уже купаться Или же, например, он просто Вы с ним ныряли Потому что некоторые дети Умеют задерживать дыхание Это нормально в море Или, например, он просто уже взрослый Плавает с открытыми глазами Такое тоже может быть И может попасть Какая-то инфекция из воды Может попасть Какая-то инфекция из бассейна Или же может Ему попало просто что-то в глаз Там песок Или какая-то мошка Или он там где-то что-то задел Наткнулся на какую-то веточку То есть мало ли что С глазами может произойти А глаза Это всегда безумно неприятно Потому что этим органом мы видим Потому что любая песчинка Которая окажется у нас Внутри века Она вызывает безумный дискомфорт Сразу раздражение глаза Вот такой красный глаз Глаз сразу опухает И это полная неприятность Мы имеем при себе капли Тобрекс Которые решают все вот эти вопросы Это тоже антибиотик Капли это также универсальные Как для взрослого Так и для ребенка Поэтому если вы видите Что у ребенка какое-то отделяемое Из глаза желтое Или может быть белое Или может быть серое То есть вот глаз не такой Как обычно Или он очень красный Прям видны вот такие вот сосуды Или какое-то отделяемое То вы не думаете Можете использовать сразу Тобрекс Если нету возможности Пойти к офтальмологу Если же это домашнее условие И вы не знаете что происходит И вы можете пойти к врачу То конечно нужно сначала Пойти к врачу Я имею ввиду ту ситуацию Что вы один на один с ребенком Непонятно где там Буквально чуть не набитаемом острове То есть экстренная ситуация Потому что аптечка у нас Это экстренная ситуация В путешествии особенно То вы вот это используете Дальше что у нас может быть В путешествии Это может быть отравление Чем угодно Может быть вода Может быть ребенок у вас Лизнул камушки на пляже Может быть он съел какие-то фрукты Может быть он руки не помыл Всегда мы помним Про средства гигиены Мы всегда моем ребенку руки Всегда Даже если они по-вашему чистые Но вот вы пришли с пляжа на домой Вы помыли руки Вы находитесь на пляже Вы хотите чтобы ребенок у вас Допустим ел какие-то фрукты Он например может уже держать фрукт И кусать его Вы мойте ребенку руки Причем вы можете их помыть Чуть ли не водой из моря Но их помыть Если ребенок до этого у вас ползал по песку Ходил собирал камушки Допустим потрогал какую-то собачку Которая мимо прошла Никто не знает где какая инфекция Нас поджидает Хотя бы просто водой Хотя бы просто морской Если вы видите что руки в песке Просто морской водой Или бутилированной водой Или салфетки Если у вас есть с собой То есть если вы видите Что ребенок будет что-то есть То конечно лучше сначала руки протереть Сразу вопрос Ведь ребенок всегда сидит в песке И всегда его ест Да от этого никуда не деться И ребенок все тащит в рот Все что есть вокруг И это нормально Ни в коем случае нельзя ребенка бить по рукам Потому что он будет еще больше Все тянуть в рот он будет расстраиваться и обижаться на маму, что она отдергивает ему вот эти вот руки. Вы можете спокойно говорить «нет, не нужно», и причем, когда вы говорите ребенку «нет, не нужно» или слово «нельзя», то вы говорите «почему?», потому что слово «нельзя» оно не несет за собой ничего вообще, кроме грубого выражения мамы. Нужно сказать «нельзя», потому что это опасно, «нельзя», потому что здесь грязно. Сейчас, конечно, ребенок не поймет, для него это будет просто какое-то отрицание, но когда он будет постарше, он запомнит эту цепочку, что где-то-то, когда-то в другой момент было нельзя, потому что грязно, и когда-то он поймет, что грязно, это вот когда вот так, и действительно здесь грязно, и поэтому нельзя, и другие какие-то ситуации в его голове отпечатываются, что раз здесь грязно, что, скорее всего, здесь нельзя. Понимаете, то есть вы убиваете сразу двух зайцев, а говорить ребенку повсеместно «на все нельзя» это полный бред, в итоге ему все можно, но периодически мама почему-то на него повышает голос, он не поймет, почему ему чего-то нельзя. И, кстати, очень часто, когда мама ставит, ну там и папа в том числе, очень много ограничений, нельзя идти в ту комнату, нельзя трогать кошку, нельзя того, то ребенок понимает, что ему нельзя ничего. И слово «нельзя» становится для него не работающим словом, оно не вызывает в нем уже слово «нельзя», для него оно вызывает слово «соревнование», типа «а что можно еще такое сделать, чтобы мама сказала «нельзя». Поэтому, когда вы в своем пространстве обозначаете ребенку, что реально нельзя, вот нож, например, реально нельзя, потому что это опасно, а вот кошка, ну почему нельзя? И, ну, я думаю, это знаете просто к слову, что когда ребенок у вас начинает ползать или становится на ноги, вы убираете все средства вокруг себя куда-то выше, то есть будет то доместос, мыло, там что-то опасное, ножи, топоры, которые снизу стоят на дачах часто, опершись там на какой-нибудь пенек, все вы это убираете, потому что если вы знаете, что вокруг все пространство, которое есть вокруг вас, безопасное, то практически никогда не нужно говорить слово «нельзя». Пожалуйста, ходи куда хочешь, делай, что хочешь, я знаю, что ты никуда не залезешь, нигде не упадешь, ничего не съешь, все отлично. По поводу кишечной инфекции, раз уж такая ситуация произошла, кстати, сейчас очень опасный вот этот вирус коксаки, которого все его пугают, и большинство людей никуда из-за него не ездят. Да, он есть, но он есть везде, и в том же Вьетнаме, и в Турции, и в Сочи, и где хочешь, и у нас тоже, и можно заразиться, пойдя куда-нибудь там в гости, в какую-нибудь развивашку. То есть, например, вот эти вот пугающие истории, что от нас эпидемия вируса коксаки, не едьте туда, но, честно сказать, немного сомнительно. Мы ездили во Вьетнам с моей дочерью, именно в тот момент, когда там была дичайшая эпидемия, все передавали везде, где только можно. Не знаю, никого не видела, не слышала про эту историю на месте. То есть, да, говорят, да, действительно, в это время он как бы более активный, чем в другое. Как у нас, осенью более активно ОРВИ. Вот и все, вот и вся история про коксаки. Он действительно может вызвать летальный исход, но это если вы ничего не сделали, когда у вас ребенок заболел. В принципе, протекает он достаточно обычно, проявляется он там какими-то язвами, не язвами, а язвочками на коже, может быть, в горле. В общем-то, температура. Ну, все как обычно, ничего страшного. Лечим ребенка противовирусными, снижаем температуру, обрабатываем места язвок, язвочек, чтобы они не чесались. Все, ничего другого. Также у нас может быть кишечная инфекция. Тогда мы... Что нам страшно вообще в кишечной инфекции? Это обезвоживание, потеря воды. Во взрослом воды гораздо больше, поэтому для него это не так страшно. Ну, тоже страшно, но иногда даже плюс О, скинуло 4 кг, спасибо этому капустному супу. А для детей, конечно, это страшно, потому что он сам меньше, воды в нем меньше, и, в общем-то, обезвоживание для ребенка протекает гораздо труднее, чем для взрослого. Поэтому нам первое, что нужно, это убить инфекцию. Второе, это помочь кишечнику, чтобы он снова зафункционировал. И третье, соответственно, это покрыть потерю жидкости. Какое самое первое вам приходит средство, чтобы восполнить жидкость? Какое вот мы обычно пьем, когда у нас есть профузный понос или рвота? Самое стандартное. Регидрон. Отлично. Регидрон здорово, верно, правильно. Все его знают. Но на секундочку ребенку до 3 лет его нельзя. И это самая часто большая ошибка. Обычно она на самом деле ничем не заканчивается, но каждое использование регидрона для ребенка является нагрузкой на почки. Потому что для ребенка нужно, чтобы осмоляльность, это возможность проникновения частички через мембрану, через маленькую дырочку в мембране. Из-за разницы потенциалов, плюс-минус, ее тянет в одну сторону или в другую, должно быть 252. В регидроне же эта цифра 282, то есть она не подходит. Но есть другие средства. Они называются регидрон оптима, хумана. Просто регидрон опасен тем, что он вызовет еще большую потерю воды. Потому что когда у нас идет профузная потеря воды, мы теряем минералы. Они нам очень важны для того, чтобы работал калий-натриевый насос, чтобы функционировал наш организм. И чтобы не вымывались минералы типа кальция, фосфора и калия. Они нам нужны для крепкости костей, для работы мозга и т.д. И мы именно этого и боимся во время потери воды. Вот этот препарат регидрон, регидрон оптима и т.д. Он заключается в том, что он как раз-таки возобновляет организм и все вот эти вот потерянные минералы. Поэтому его с собой обязательно, и вообще не только с собой, вообще всегда дома тоже иметь. Если вдруг у вас есть какая-то вот такая профузная история, где-то отравились, очень вам рекомендую выпить регидрон для взрослого и регидрон оптима для ребенка. Потому что восстановление после такой истории будет гораздо легче. У вас не будет вот этой вот ломкости в суставах, и вот башка кружится, глаза вот с такими вот синяками. Этого не будет, потому что вы сразу восполните минералы. И сердцу в том числе качать кровь будет легче, потому что ему тоже нужны эти минералы калий-антринатриевый насос. Соответственно, вы поможете всему-всему, чему только можно. Стоит он очень дешево, и от него невероятная польза. Дальше для ребенка это застарин ультра, это сорбент, который втягивает все в кишечники, видит все плохие клетки бактериальные, и, соответственно, их втягивает и чистит кишечник. Это застарин ультра. Он есть в дозировках 30, 50 и 100. Для ребенка лучше 30. Это такая сухой порошок из ламинарии, вытяжки ламинарии. Вообще максимально, то есть не полезный, а максимально безопасный. Используется он так, что вы разводите этот порошок теплой водой в маленьком каком-то объеме с 20-30 миллилитров воды и пытаетесь все время ребенка этим допаивать. Не с бутылки, то есть не разводите на большое количество воды, а именно вот маленькие порции, лучше с ложки. Дальше у нас есть средство Enterol. Оно подходит как для взрослых, так и для детей с нуля. И все те средства, которые я сейчас сказала, они все подходят для ребенка с нуля. Они универсальные. Это пробиотик, в котором содержится лактокультура, который просто помогает засеивать кишечник новыми культурами, которые за счет вот этого профузного вытекания воды просто вместе с ним и вымолись. Также в нем еще есть противомикробный и противогрибковый компонент. То есть это всегда хорошо. Он тоже безвредный, то есть нельзя его как-то переборщить, но все равно всегда лучше делать все по инструкции. То есть вы читаете инструкцию, смотрите возраст ребенка и делаете все по инструкции. Это самый лучший способ вообще пользования какими-либо медицинскими препаратами. То есть инструкция, она придумана не для того, чтобы ее достать и выкинуть, а для того, чтобы она действительно всегда была и вы действительно все время корректировали дозировку по возрасту. Инструкция хорошая вещь. С Enterol закончили. Также у вас может быть, в смысле не может быть, а должен быть в аптечке фенистил, причем лучше в каплях, потому что это более удобный способ доступа. Вы просто их закапываете себе, можно и себе, ребенку в рот, но просто себе лучше, наверное, какой-нибудь фенистил в таблетках или же даже супрастин, там тот же самый, потому что большее количество концентрации, с чем вы будете себе закапывать, столько капель. Ребенку лучше, конечно, капли, и это удобнее. Где-то в зависимости от возраста, но ребенку до года, там от 2 до 7 капель теоретически, это вот такая вот норма. Фенистил может использоваться в случае аллергии. Первый комар, который кусает ребенка, это вот такое пятно, вот такое вот наверх, и сверху еще белая точка, потому что до этого ребенка никогда не кусал комар, и вот это первое знакомство, вот эта реакция организма, защита, что какой-то инородный, вот этот вот, ну, не яд, что там они выпускают комары, яд, не знаю что. Раздражение, в общем, вызывает вот такую огромную аллергическую реакцию, вот такая просто гора. А если это 8 штук таких, они все локально, то это выглядит действительно очень неприятно и страшно, родители пугаются. Так вот, не бойтесь, скорее всего, это комары, вы это увидите, вы четко поймете. Вот в этом случае можно использовать фенистил, особенно если вы видите, что ребенок чешет, особенно если это дискомфортно, вы это тоже заметите, то можно сразу его использовать. Если вы этого не видите, на самом деле можно, в принципе, и не использовать, потому что всегда во всех медицинских препаратах нужно взвесить, действительно ли нужно это сделать, потому что часто мамы-то видят что-то, они и то сделали, и все, и пятое, и десятое, и вообще 10 препаратов, организм так не умеет. У него есть рецепторы, если одни рецепты поработали, то другие рецепторы как бы уже не готовы принять какое-то, что-то другое. А если вы весь организм засадили вот этими вот препаратами, все рецепторы среагировали, то организм от этого лучше не будет, он будет в перенапряжении, ничего хорошего от этого не произойдет. В аптечке у нас должен быть мироместин, чтобы обработать какие-то, например, слизистые, чтобы какие-то, может быть, болячки, ссадины. Это по типу хлоргексидина, кстати говоря, одно и то же практически. Также он очень хорош при обработке слизистых, интимных, если это какая-то бывает у взрослых, я имею в виду, какая-то проблема, где-то что-то там подцепили, где-то что-то, я не имею в виду инфекции половых путей, а просто какое-то вдруг раздражение, что-то где-то не туда сели, может быть, во время интимных каких-то связей с мужем, хотелось бы, чтобы с мужем, но не важно, если даже что-то такое произошло, то если вы видите какое-то вот слизистое раздражение, то вот эти препараты действительно хорошо помогут. Также баниоцин, это порошок, с которым содержится два вида антибиотика, но он действует чересчур местно, и он тоже не вызывает какой-то резистентности, не нужно этого бояться. И, кстати, баниоцин это то средство, которое также используется для пупка ребенка, пока еще не отвалился, пупочный остаток, а не зеленка, потому что зеленка ушла уже далеко назад, она, в общем, она мне нужна, сейчас не буду долго об этом говорить, есть в другой лекции, если что. Соответственно, баниоцин, он прям для всех, и для царапин, и для болячек, и для открытых ран, и для слизистой, и вообще куда хочешь, сыпь порошок и забудь про все, для детей, для взрослых, для собак, для кого хочешь. Супер универсальное средство, возможно, стоит дорого, 500 рублей, вот такая банка стоит, но я купила вот такая круглая. Я покупала ее для своей дочери еще когда она не родилась, это было уже сколько ей год назад, и он до сих пор у нас стоит, то есть он действительно на очень долго его хватает. А также средство у вас может быть метрогил, она называется, в нем содержится метронидазол, это какие-то либо поверхностные повреждения, например, вы проткнули пятку гвоздем, и вам нужно вот что-то, какое-то такое средство вот местное, возможно, даже с гормоном, вот это туда подойдет. Или же, например, там содрали каким-нибудь тем же самым ржавым или где-то наперлись на что-то, у вас такая вот драная рана какая-то неприятная, тоже можно это все использовать, но туда же можно и баниоцин, и туда же можно мирамистин, то есть все, естественно, мы обрабатываем. Также, кстати, мирамистин можно обрабатывать слизистой рта и глаз. Температура, это у нас нурофен, причем температуру мы знаем, что мы сбиваем только если эта температура выше, чем 38,4. До этого температуру мы не сбиваем, потому что это нормальная реакция организма на какой-то раздражитель, будь то инфекция или там тот же самый солнечный удар, но мы всегда знаем, что у некоторых детей бывают фибрильные судороги, это именно судороги на температуру, но вы это увидите один раз в жизни, вы будете знать, что у вашего ребенка бывают фибрильные судороги и никогда не будете допускать температуру, потому что они бывают обычно около 38 градусов, вы будете знать, если у вашего ребенка никогда их не было, то не нужно сбивать температуру, которая около 38, значит организм борется, значит иммунитет хороший, не нужно, а если же все-таки температура реально высокая, то вы берете свечи, свечи это самый лучший способ доступа вообще чего-либо, и в случае взрослых, и в случае детей, потому что не нужно фильтровать это через почки и печень, потому что это самый быстрый доступ, кроме внутривенного, потому что внутривенно вы не сможете сделать, естественно, в экстремальных условиях, ну и вообще в условиях, если вы не врач, а соответственно свечка внутри попочная, то у нас сразу же происходит всасывание, потому что это кишечник, это огромная, слизистая, то есть самая большая, которая только есть в организме, всасывание просто буквально там, не знаю, 5 минут и все, препарат уже действует, поэтому имейте в виду, не откидывайте свечи назад, я знаю, что их очень любят мужчины, но если в принципе сказать, что все отлично и никому не говорить, что вы их используете, то в общем-то это отлично работает, имейте в виду, свечи это хорошо, действительно классно, в детском случае тоже, нурофена в свечах замечательно, также еще есть нурофена жидкий, и нужно иметь и тот, и тот, потому что иногда не действует у детей либо эта форма, либо эта форма, то есть изначально вы пользуетесь свечками, но если вы видите, что не работает, не нужно, как копилка для монеток, знаете, туда еще одну, вторую, третью, десятую, нет, одна свечка через 4 часа, вторая не помогла, тогда уже перорально, пробуем в рот, это нормальная история, то есть туда все-таки не нужно запихивать все, что попадем. Для носа у нас аквамарис и називин, потому что как раз это может понадобиться в самолете, називин, соответственно, у нас сужает слизистую, и нос дышит буквально, но его нельзя использовать больше, чем 5 раз, 5 дней подряд, в детском возрасте 3 дня подряд, потому что слизистая становится очень тонкая и не может выполнять свою защитную функцию, потому что слизистая становится отечная, это ее функция, она таким образом не пускает бактериальную флору. Если вы постоянно ее сужаете, 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 то она потом становится истонченная и уже в обычной жизни не может нести свою функцию, не тогда, когда ребенок болеет, поэтому с називиной всегда осторожно, лучше промывать нос аквамарисом морской водой или же, кстати, просто морской водой, то есть вот, например, если вы заболели, и у вас чуть-чуть заболел ребенок, вы можете пойти в море, пройти метров 50 поглубже, чтобы это была чистая вода, и как бы немножко поперхнуться, чтобы у вас вода попала в нос и в рот, как бы подавиться водой по-человечески. Взрослый человек, понятно, может просто прополоскать горло, ребенок так не может, поэтому ребенка можно, слово притопить, наверное, не подойдет, но чтобы вы просто понимали, что просто соленая вода действительно безумно круто лечит любые проблемы носа и рта, то есть это красное горло, это сопли, это какая-то сухость, то есть если вы даже немножко как-то, может, эту воду нальете ему в рот, может быть, как-то чуть-чуть в нос, чтобы она попала, то есть вот такая вот история. Понятно, что мы не будем никого топить и притапливать, но суть вы поняли. Действительно, это одно из самых лучших средств, если у вас есть рядом море, как полечить проблемы с дыхательными путями. И, кстати говоря, тоже морская вода, кстати, отлично же заживляет. Я думаю, что вы замечали, когда есть какая-то ссадина, вы заходите в море, то все очень сильно щипет. Это говорит о том, что это работает, это заживляет. Поэтому обычно на самом деле на море, если вы ребенка не продули, то есть не одели шапочку вовремя или он у вас не сгорел, практически никто не болеет. Ну, если там еще какой-то вирус коксаки или вот там ротовирусная инфекция, тут уж никто от этого не застрахован. От ротовирусной инфекции нужно делать прививку, про это не нужно забывать, особенно если вы большой путешественник. Просто некоторые думают, я не сильно путешествую, вроде бы нам не нужно делать. И в любом случае, никто не знает, может быть, сегодня вы не путешественник, а послезавтра вы вообще собрали вещи и уехали в Таиланд жить на полгода. Никто этого не знает. Ротовирус делается до 4 месяцев. Потом, если вы ее не сделали, делать ее уже не актуально. Я ее не сделала, потому что я подумала, что я не путешественник. И в свою очередь сразу же мы поехали в путешествие. Поэтому еще раз повторюсь, лучше ее сразу сделать, не пропустить. Если мы ее уже пропустили, то... Да, до свидания. Но не бояться ничего страшного. В любом случае, по поводу прививок, быстро скажу, что лучше делать все прививки и лучше в срок, и все до года. У меня есть про это тоже миллион лекций. Если вдруг вам нужно, напишите мне в директ. Здесь, по-моему, у нас была тема прививок, так скользь, можно посмотреть. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, что сегодня мы думаем, что мы никуда не едем, а завтра мы поехали туда, сюда, из Грузии в Абхазию, из Абхазии в Сочи. Из Сочи улетели вообще в Краснодар, и потом поехали к бабушке, не знаю, там, на Каспийское море. То есть неизвестно, где вы окажетесь с ребенком. Зачем вам каждый раз думать, что с ним произойдет, где он что подхватит, бояться не идти с ним в общественные места, не общаться с другими детьми больными, там еще что-то. Ну, я имею в виду больными какими-то инфекциями бактериальными. То есть просто можно сделать прививки и все. Потому что мы всегда помним, что прививка, она не лишает нас возможности заболеть, то или иной болезнью, но она лишает нас осложнений. То есть ребенок у вас все равно заболеет, там тоже самая пневмония, но это будет легкая форма, ничего такого не произойдет, поболел, выработал иммунитет, замечательно. Потому что мы все знаем, что болеть это нормально. Потому что чем больше мы болеем, тем больше мы вырабатываем иммунитет, тем более стойкий иммунитет становится. Болеть хорошо, просто нужно правильно ребенка вести во время болезни. Не нужно его залечивать, чтобы не дать возможности организму сделать свой иммунитет. То есть каждый раз, когда мама начинает залечивать детей, они просто лишают иммунитета памяти и лишают как бы армии, если взять иммунитет, что это армия, армия выработать новые какие-то функции и способности, чтобы знать, что на эту бактерию мы реагируем вот так. А когда вы начинаете ребенка залечивать, это не происходит. И, соответственно, ребенок начинает болеть еще больше, еще больше и больше, иммунитет ничего не понимает, и это превращается в часто болеющего ребенка. Есть такой диагноз ЧБД, часто болеющий ребенок. Чтобы у вас этого не было, то вы ребенка ни в коем случае не залечиваете. Небольшие сопли, это фигня, сопли и сопли, ничего страшного. Небольшие там какие-то подкашливания, ничего страшного. Понятное дело, что вы ходите к врачу, если вы здесь, вы за ребенком просто наблюдаете. Если нет никакой температуры, то, в общем-то, ничего страшного. Можно взять с собой градусник, причем лучше взять, конечно, не ртутный, потому что он у вас с собой просто сломается. Можно взять инфракрасный, он, правда, стоит порядка 3 тысяч, но он неплохой на самом деле, он очень быстро определяет температуру, не нужно ждать, не нужно там где-то под подмышкой детской непонятно как, потому что там вот такая подмышка и вот такой вот этот кончик градусника. Под какой подмышкой держать? Некоторые мамы ртутный градусник, как бы непонятно куда запихивают, не будем поднимать эту тему, это вообще опасно чересчур. Поэтому, в общем, обычный инфракрасный градусник, если вы его никуда не роняете, если вы его один раз уроните, он не будет вам показывать нужную температуру. С ним реально нужно осторожно, но не то чтобы тряска, то есть если вы его положили в сумку и отправили в самолете в багаж, и он внутри сумки у вас трясется, ничего, а это именно если удар об пол, то тогда он обычно температуру уже плохую показывает. Ну и, соответственно, еще есть соплиотсос, который тоже нужен, чтобы отсасывать сопли, потому что ребенок сморкаться не умеет. Но с самого раннего детства, когда ребенок у вас уже начинает ходить, сразу учите ребенка сморкаться. Каким образом? Вы показываете ему такое движение, например, в какой-то игре, например, там показываете какие-нибудь ватные шарики, скручиваете и типа носовым дыханием мы их убираем. Или там, например, подуть из носа на воду. И таким образом вы ребенка максимально быстро научите сморкаться. И, соответственно, любые сопли у вас будут проходить гораздо лучше, потому что обычно ребенок сопли не высмаркивает, он их проглатывает, сопли скатываются по задней стенке рта, попадают в легкие, и, соответственно, может быть какие-то осложнения уже нижних этажов. Поэтому сопли – это такая тема, что их нужно постоянно высасывать или доставать из носа. Поэтому детей сразу учите, естественно, сморкаться. Так, тему аптечки, наверное, мы уже закрыли. Что я еще, получается, не рассказала? Вроде бы все рассказала. Лайфхаки на самолете. А, по поводу в самолете, где я рассказала по поводу того, что не нужно переживать, и это, пожалуй, самый главный лайфхак. Но по поводу переодевания ребенка в каждом, практически в каждом самолете сейчас есть детский стол, как это, пеленальный стол, который есть в туалете. Вы его, возможно, просто раньше не замечали. Он находится над унитазом. Такая штука, вы его просто достаете, ребенка пеленуете. Там же есть там все салфетки. Понятно, с собой вы берете салфетки. Я вообще не приверженец салфеток на постоянку. То есть дома лучше пойти ребенка помыть под проточной водой. Но салфетки в любом случае нужны. Мы, кстати, будем сегодня как раз тестировать новые салфетки. Про них расскажем. Они, конечно, нужны. Они должны быть, не должны быть антисептические ни в коем случае. Потому что на слизистую нам это не подходит. Они не должны быть с какими-нибудь присадками. Они вероятными, я не знаю, там чем угодно. Консервантами. То есть должны быть обычные, самые обычные детские хорошие салфетки. И, соответственно, еще есть лайфхак. Если вы выбираете рейсы, то и у вас есть возможность эти рейсы выбрать. Потому что мы знаем, что там более удобные рейсы стоят дороже, а менее удобные дешевле. Если есть возможность у вас подстроиться под режим, когда ребенок спит, полететь в ночь, чтобы ребенок спал, то это действительно удобней. Это меньше стресса будет не для вас. Ой, в смысле не для ребенка, а для вас. Потому что ребенок покричал, уснул, просто спал или просто играл. Но для нас это просто играл. А для мамы это она постоянно вот с такими глазами здесь поиграли, тут поиграли, на мне поиграли, подо мной подыграли. Взяли игрушку здесь, попросили достать ее сверху, сбегали за ребенком туда. То есть для ребенка это игра, для мамы это полный стресс. Соответственно, если есть возможность лететь, когда ребенок спит, то для всех это будет удобней. Если же это не получилось, ничего страшного. Если вам нужно ребенка покормить в самолете, вы берете ребенка и кормите. Грудью в этом нет ничего сверхъестественного. Если вы даже не можете выйти в туалет, потому что, честно сказать, в туалете кормить не очень удобно в самолете. На своем месте вы накрываетесь просто той же самой пеленкой, которую вы взяли с собой, две штуки. Одна у вас там, например, уже грязная, но у вас есть вторая, потому что вы ее взяли с собой, вы молодец. Вы ей просто накрываетесь и кормите ребенка. Сначала вам будет казаться, что на вас все смотрят. На вас, может быть, действительно кто-то смотрит. Но если вы будете уже кормить ребенка, наверное, месяц, то вы будете делать это настолько четко и быстро, что никто не заметит вообще никто, что вы там кормите, или, может быть, вы просто ребенка обнимаете. Понятно, что не нужно доставать целиком грудь и показывать общественностью, чем вы кормите его, но в целом это движение элементарное. И, конечно, сейчас очень доступна одежда для беременных, и это реально очень удобно, особенно в путешествиях, в неудобствах, потому что любое путешествие зачастую это неудобство. А когда расстегивается молния, когда у вас кофта с запахом, вы просто достаете, у вас отстегивается от бюстгальтера лямочка, и вы сразу же ребенка кормите, от этого не отказывайтесь, потому что цена такая же, как обычная одежда, но это настолько минимизирует мамин стресс, потому что мало ли где вам придется ребенка покормить. Самолет задержали, вас посадили в автобус, автобус задержали, вы с рейса 12-часового на автобусе под жарой 40 градусов, непонятно, что у вас, неудобная одежда, у вас платье целиковое, вам нужно ребенка кормить, ребенок орет, вот что вы будете делать? Вы просто поднимите платье, потому что это будет стресс, и будете кормить, и вам будет все равно. Или же у вас будет ребенок просто орать, а вы будете стоять и потеть, вот так, и просто потеть. Поэтому вы покупаете платье изначально с кармашком, ну, в смысле, с молнией, которая помогает вам в таких вот экстренных ситуациях, достаете спокойно не всю грудь, а просто там чуть-чуть показываете ребенку, где сосок, и все. Ребенок у вас спокойно кушает, никакого стресса, все в автобусе выдохнули, подумали, какая мама молодец. Замечательно, никаких проблем. По поводу еще того, что в самолетах вы за 48 часов звоните в не транспортную компанию, как авиакомпанию, и говорите, что у вас ребенок до года, и вам предоставляют люльку. Если это аэрофлот, то это бесплатно. До 13 килограмм ребенок туда помещается, плюс вы садитесь на те места, где можно вытянут ноги. Понимаете, там их несколько мест в самолете. И вообще, когда у вас появляется ребенок, хочу вам сказать, то путешествие становится даже немного интереснее. Вас везде пропускают, и вы должны это делать. Я так не делала, мне было неловко, потому что, ну, как бы, ну, как-то странно. Там очередь, и вроде бы другие дети. У нас был совсем-то маленький ребенок, дочка, на 5 месяцев. Но нам одна мама сказала, уже такая опытная мама с тремя взрослыми детьми, сказала, вы почему-то стоите, идите туда, и вы действительно туда идете, и вас все пропускают. И никто вам слова не говорит. Вы подходите к стойке регистрации, и вам говорят, да-да-да-да, конечно, идите быстрее. Вы везде идете первыми. Вас везде пропускают, если у вас грудной ребенок. Соответственно, вы всегда говорите, что у вас ребенок. Вы всегда звоните в авиакомпанию, точно. В авиакомпанию говорите, что вы с ребенком, и вам предоставляют, если не люльку, потому что иногда бывают такие самолеты, что там нет этой люльки, просто она не предусмотрена. Но вам тогда дадут места, где как раз-таки вы сможете вытянуть ноги. Это действительно очень важно, потому что, когда вам неудобно сидеть, а вам еще на себе держать ребенка, потому что ребенок пристегивается каким образом? Он, у вас, ваш ремень безопасности, и на него он, получается, как восьмерка. Большая такая часть восьмерки и маленькая часть, кружочек. Вы пропускаете эту маленькую часть через свой, и вот эта штука пристегиваете ребенка. Это ужасно неудобно. Я вообще не понимаю, как она может помочь в случае какой-то экстренной ситуации, потому что сжать ребенка вы целиком не можете, он не будет никогда так сидеть. Ну, я не знаю, я не видела ни одного ребенка, который так сидел. Тем более он никак не держится, он просто вокруг, ну, как поясок такой, да? Он просто у вас вылетит из рук и вылетит из этого пояска. Но в любом случае вы должны это сделать. И даже если у вас ребенок только уснул, он, допустим, плакал 3 часа, так было в нашем случае, ну, там, не 3 часа, неважно, она только уснула, мы только положили в люльку, и началась турбулентность, и подошла стюардесса, сказала, будите ребенка, пристегивайте его к этой чертовой штуковине. Поэтому имейте в виду, что любое путешествие, это как бы, ну, выход из зоны комфорта. Поэтому будьте готовы к тому, что вам придется достать только уснувшего ребенка и пристегнуть обратно вот к этой штуке. Поэтому вам нужно при себе иметь все. И чтобы быстро ребенка покормить, и салфетки, и влажные салфетки из рюкзачка, чтобы достать, и все это держать при себе, водичку, еду, печеньку, все, что хочешь. Потому что дети, это не взрослые, вы не сказали, подожди, потерпи еще чуть-чуть. Для них этого не существует, для них это стресс, они начинают плакать, им это не нравится, и, в общем, все путешествия превращаются в дискомфорт. Но, если вы взяли с собой аптечку, если у вас есть вот эта мамина сумка, назовем ее так, какой бы она ни была специально специализирована, или вы продумали ее сама, то никаких проблем у вас не будет. Да, это будет дискомфортно, потому что вы никогда до этого не летали с ребенком, но это будет нормально, потому что вы полностью подготовлены. Есть множество колясок, например, как коляска Йо-Йо, которую можно взять с собой в самолет, она складывается в ручную кладь, и вы ее берете с собой и провозите ее, соответственно, до своего места, и складываете наверх, как багаж. Есть коляски, которые типа как Макларен, они складываются в трость, вы можете ее довести до трапа, там вы ее сдадите стюардессе, она положит ее не в багажный отсек, они в какое-то другое место там ее складывают, не знаю куда, и потом, соответственно, вы выходите из трапа и вам дают вашу коляску. Если вы, к примеру, путешественник такой, что вам хочется пойти в горы, вам хочется там пройти какое-нибудь шествие до Будды, не знаю, 12 километров, ну вот такой человек, то, конечно, берите лучше с собой эрго-рюкзак, да, это будет тяжело, ну, пускай это несет папа, к примеру, но в целом, тогда ребенок с вами, и нет коляски, которая просто есть в местах, где она не пройдет, это невозможно, то тогда эрго-рюкзак, конечно, да, но лучше взять и то, и то. Если нет возможности, наверное, лучше взять коляску, потому что все-таки коляска, она действительно, ну, это средство передвижения ребенка. Ее можно везде спрятать, это не проблема. Если же это коляска, которая не прячется в ручную кладь или не останавливается у трапа, то вы ее сдаете в багаж. Например, вот у меня коляска Бугабу, ее нельзя ни к трапу, ни к, не внутрь, соответственно, мы покупали коляску вот эту Йо-Йо, чтобы брать ее с собой. Но я покупала не настоящую, которая реплика, она стоит, по-моему, 5 тысяч рублей, чтобы ее попробовать. У нее ужасный, да, Йо-Йо, у нее ужасный совершенно текстиль, просто такой ужасный, что, кажется, ты тронешься, покроешься весь просто какой-то аллергией. Мы ее даже оставили, мы из Вьетнама ее не забирали. Можно в аренду ее взять? Вот, можно в аренду ее взять, да. Да, то есть я к тому, что есть способы, не нужно обязательно покупать новую, потому что новая стоит 24 тысячи, но если вы реальный путешественник, и она вам нужна не на один раз, а вот прямо на постоянку, потому что это удобно, что вы берете всегда коляску с собой, если у вас пересадка, то есть, например, пересадка, там, вы ждете 12 часов рейс, еще вы взяли с собой ее из одного самолета, вышли, посадили, положили ребенка, он спокойно спит, то, возможно, эти 24 тысячи, они такие большие средства, чтобы, да, обезопасить себя. Вопрос. Да, да. Такси. Как перевозить ребенка? Перевозить? Слушайте, по поводу... Сейчас есть коляска. Дуна? Да, которая Дуна. Это очень круто. Это прям вот... А есть такси с автокреселем? Не всегда, не везде. Во-первых, вот мы были в Сочи, там нет автокресел, и вообще на слово типа, что, ребенка на руках мы держим, вы просто едете с ребенком на руках. Во Вьетнаме не то, чтобы нет кресел, они даже вообще... А если, да, а если тут ребенок, тут ребенок, сзади еще корова сидит. Поэтому с перевозкой детей за границу, это все зависит от того места, куда вы едете. В некоторых местах вообще не существует кресела, вы просто будете вести ребенка на руках, либо же вы можете взять с собой детское кресло, но это, конечно, неудобно, потому что, если у него нет, например, адаптеров на вашу коляску, то это еще одна кладь, но это очень много. Возможно, нужно немножко закрыть и глаза на безопасность, я этого не говорила, извините, ради бога. Но как бы, ну просто не получится, потому что, ну а как это сделать? Либо же тогда покупать действительно коляску... Как она еще раз называется? Дуна, которая... У нее такие колеса, и они складываются под коляску, и получается детское сидение для машины. Она действительно очень удобная, но она единственная, по-моему, для какого она возраста, не знаете? Ну, а вот как автолюлька, наверное, до 13 килограмм. До 13 килограмм. Ну, в общем, да, тогда это даже ребенок, который до года, он туда влезет с удовольствием, да. В общем, это может быть выход. Она неплохая. Я не знаю, насколько она неплохая, как коляска, и как она неплохая относительно кресел. То есть, если взять ее, рассматривать как отдельно коляску, и как отдельно кресло, наверное, она будет не самая лучшая. Но то, что она два в одном, именно коляска и кресло, это действительно невероятный плюс. Она единственная такая в своем роде, и, возможно, стоит задуматься. Моя знакомая покупала ее, и очень довольна, потому что они как раз такие путешественники из серии «Каждый месяц новая страна», и они вот ездят с ней, им передвигаться за границей на машине без проблем, и, соответственно, в самолетах, и где угодно. И коляска, возможно, стоит про это задуматься, действительно. То есть, в принципе, в основном ребенком на руках? Да, в основном, да. Где бы я ни была, я не помню ни одного момента, чтобы мне предложили кресло. Хотя я дотошный человек, и в России, конечно, в нашей машине она ездит. В Кипре не было ребенка, поэтому тут, да, не знаю. Можно вопрос, по-моему, до этой аптечки ее можно на борт, они закрывают? Да. Аквамарис, он может быть же большого объема. Аквамарис лучше, конечно, купить маленького объема, вам его не возьмут. Аптечку я брала с собой на борт, мне никто слова не сказал, но у меня все маленькое. То есть, все именно вот, там же 100 миллилитров. 100 миллилитров это достаточно много. Я не встречала такого Аквамариса, 100 миллилитров. Он там сколько? 0,2. Большой, большая руковка. Нет, вы это говорите, это Аквалор, да. Аквамарис это маленькая вот такая баночка с бутылочного такого цвета. У ребенка даже большие бутылки. Да, поэтому... Термос, бутылочки со смесью, с водой, все. Да, я даже взяла, да, я взяла, у меня были банки, вот не маленькие, а большие питания я брала, тоже меня пропустили. У меня, естественно, все я распаковала, все показала. То есть, он проехал, они сказали, открывайте. Я все открыла, и ничего у меня не забрали вообще. И вода, и еда, и сухая каша, и, соответственно, Аквамарис в том числе, и вся аптечка. Никто у меня ничего не забрал, потому что ребенок. Так вообще, когда у вас есть ребенок, и говорите, о, это для ребенка, и у вас все, ну да, идите, ну ладно, идите, ну ничего, идите, да-да-да, ну да, идите. Какого возраста? Мы сейчас летели с детьми 6 лет, и вот мы дали провести, сказали, что фрукта няню можно, и все. Это уже, да, это уже не подходит. Да, мы имеем в виду ребенок, это до 3-х лет. Это знаете, тот... С такими можно, но именно фрукта няню сказали, что была вода. А, вот так вот. У нас фрукта няню только нет. У них, да, какой-то договор, видимо, с фрукта няней. А, да, и, кстати, и еще тоже такое, что в самолете ребенок, если не ошибаюсь, до полутора или до двух лет бесплатно, да, у нас летает? До двух. До двух. Не бесплатно, мы его тоже покупали. Ну, она... Да, ну... Сейчас за трехмесячного ребенка сняли, да. У вас тысяча? Самолет-то? Да. Нет, полторы тысячи. Ну вот так, с проживанием, наверное. Нет, это регулярный рейс. Ничего себе. Мы посмотрели на трех взрослых, такая цена на ребенка 9 тысяч. Мы удивились, мы думали, ты считаешь, какая компания греческая. Интересно. Ну, да, вообще обычно либо мелкий тариф, либо бесплатно. Аэрофлот мы летели точно бесплатно. Я помню, что сумма была на взрослого на взрослого. То есть ребенок... И плюс люлька бесплатно. Летели Аэростана, да люльку нужно было заплачивать, доплачивать 15 тысяч рублей. Это, которые дают для сна? Да, да, да. Мы сказали нет и до свидания. А так, в принципе, ребенок на руках спит, да? Да, 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 да. А люлька куда-то крепится? Она, да, она крепится, а ты, получается, сидишь в таком месте, где у тебя немножко вот здесь как бы выступ стены. И на нее именно... Ну, и на кресел просто нет. Да, 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 впереди кресел нет, да. И туда крепится люлька. По страховке вопрос. Я вот думаю сделать какую-нибудь хорошую страховку медицинскую. Не просто вот к шенген-визи, да, потому что там мы обычно покупаем дешевое. А какую-то хорошую. Вы посоветовали рассмотреть вариант именно детской страховки? Да, лучше сделать. На ребенка я на себя не делала страховку относительно вот шенгенской еще одну плюс. Никогда, честно сказать, ну просто вот не делала. Не знаю, никогда не сталкивалась. Может быть, я ошибаюсь неправильно. Но на ребенка мы везде, где ездили, делали страховку еще плюс. Я люблю, что мы делали греческую шенген-страховку обычную. Да, я поняла. А, еще плюс. А детскую мы хотим вот отдельно купить еще сверху. Да, я поняла, о чем вы говорите. Именно детскую, да. Мы тоже еще именно детскую докупали. Да, да, да. Типа ассистансу, который там обслуживает на месте. Есть такое возможность выбрать. Да, со страховками. Да, со страховками. А в шенгену детскую разве она не расширена? Она просто по... Она стоит какие-то космические деньги? Нет. Она 106 тысяч рублей. Да, давай. Ну, лучше безстраховаться. Ну, не... Не знаю, сейчас есть до Гавайи. Мы брали 700 рублей. Что-то дорого. Сколько здесь? 90 долларов. 600-900 рублей. Да, мы покупали... Вот в Вьетнам ездили, что-то страховка, покрывающая все случаи, кроме... 30... Ну, не доплачивать каждый раз. Я воссознаю, что в страховой случае ты как бы оплачиваешь сам, а потом тебе здесь по прилету страховая компания возмещает. Вы же понимаете, что это можно год ждать. Я, честно сказать, никогда и не хочу сталкиваться с этой историей, но со страховкой, да. Да. Ну, они же пишут все, что мы возвращаем деньги, а по факту... Нет, я ни разу не пользовалась, чтобы мне это платило, например, а потом возвращаем. Я, в принципе, не поездок на месте. Все готово. Так, давайте еще вопрос, если есть, или мы тогда переходим к тест-драйву. А с рюкзаком, вот эрго-рюкзаком в самолете можно ездить? Угу. Да, и, кстати, когда едешь с эрго-рюкзаком, тебе не дают этот идиотский вот этот вот матрешку, вот этот ремень, да. Ты просто с ним сидишь, да. У меня муж с ней сидел, был пристегнут, и как бы, да, и он как бы пристегнут к ней, и она к нему, и тогда ничего. У меня просто по поводу бассейна. Если ребенок еще не сидит, не ходит, то, соответственно, там, если не к морю идти, а у бассейна, там, по какому-то время прикантоваться, можно ли его вот в эту воду? Да, почему нет? В детском бассейне. Конечно, можно. Ну, понимаете... Получается, что мне же самой же надо окунать, он же не может там сам плавать. Сам, конечно, но он у вас сам не будет плавать, там, из, ну, скольки, там, до пяти лет. Придется, да, ну, да, так хлорировать. Там же ведь она не то, чтобы прям хлорируется прям вот хлоркой, которая там убивает всех, а то уже сейчас никто ничего так не хлорирует, там другие немного вещества, и если ребенок не аллергик, и если вы, допустим, первым днем попробовали, у ребенка не появилось никаких там проблем, то это не так страшно. Вода бассейна страшна не хлорок, она страшна именно, например, ротовирусом. Или, например, какой-нибудь кожной фигней, что там поплавал какой-нибудь дядька немытый. То есть лучше потом, ну, или другие дети там писали и какали туда, и ребенок у вас глотнул воды, вот это страшно, а то, что там он чуть хлорок и где-то попадет, это не страшно вообще. То есть после моря лучше сразу тоже водой из бутылки его... Вот после бассейна лучше, да, после моря не так важно. Море, оно... То есть для маленькой кожи... Море, оно, да, оно скорее вот именно то, что высушит, и будет просто кожа сухая, но не для всех детей. Например, для детей, у кого кожа такая более плотная, это может быть даже и полезно, потому что, ну, море, оно же с солью, соответственно, вытягивает воду и заживляет какие-то ранки. То есть если у ребенка там, не знаю, тот же самый какая-то атопия есть, то в случае соленой воды это даже, ну, то есть сыграет в лучшую сторону. Если же это бассейн и вода, то, конечно, после бассейна лучше ребенка целиком помыть. Я даже мирамистин в рот прыскала. Но в случае бассейна для меня было тоже, может быть, нужно назвать это лайфхаком, что она плавала только с соской, то есть у нее нет возможности как бы воду глотнуть. Понятное дело, что она там чуть-чуть как-то через соску это все попадала, потому что она насасывала ее во время плавания, но она не могла ее во всяком случае черпануть прям вот целиком ртом вот так вот таким образом. И в общем-то да, сколько бы мы в Вьетнамах не плавали в бассейнах, я не плаваю в бассейне не потому, что я там как-то их боюсь или что-то такое, нет, просто я их не люблю, потому что мне все время хочется ходить на море и просто у меня нету даже времени там плавать, потому что утром я ухожу, там вечером мы приходим с моря. Но если вы любители бассейнов, то это нормальная история, это не страшно, вы просто пытайтесь сделать так, чтобы ребенок оттуда воду не глотал, вот и все. Потому что только там, скорее всего, если взять из всех возможных заболеваний чего-либо и где-либо, то это будет, скорее всего, бассейн, естественно. И кожаные... Ротовирусы лучше профилактически давать или только в случае болезни? Что еще раз не понимаю? От ротовируса лекарства профилактические можно А какие, например, профилактические вы дадите от ротовируса? От ротовируса ничего не перечисляла, профилактически ничего нету? От отравления? Нет, профилактически не получится тут, потому что что энтерол не нужен в лактокуртуре, так и есть. Регидрон не нужен, нет потери воды, эзостерин ультра не нужен, потому что нечего убивать. То есть профилактически вы сделаете прививку, а так профилактически что-то давать, вообще какие-то лекарства, это, я бы сказала, нонсенс, это неправильный подход к медицине в целом. То есть профилактически вы можете давать ребенку всю жизнь классные продукты, типа цитрусов, белка, углеводов, жиров, путешествовать с ним на море, ходить на прогулки. Вот это будет профилактика общего здоровья. Но никак не какие-то лекарства, чтобы его как-то залечить к последующему заболеванию, нет. То есть вообще самая главная профилактика всей жизни вас и вашего ребенка это здоровый сон, это питание правильное, фрукты, овощи, мясо, молочка, там все, что хочешь. И, соответственно, выезды на море обязательно, потому что это хорошо и для кожи, для опорно-двигательного аппарата, для дыхания, для слизистых. Ну, это прям нужно обязательно, да. Тогда у вас будет ребенок здоровый, а не какие-либо лекарства. Какая оптимальная температура в море была? Ну, норма вообще морской воды, даже, в смысле не морской, а воды, в которой мы купаем ребенка в ванне, это 24-33. Это целых 10 градусов. И если у вас ребенок в ванне может купаться в низкой температуре, и это нормально, то ему будет такая же температура в море нормальной. Но обычно тогда, когда мы прилетаем на море, именно как на курорт, именно как в отпуск, обычно там температура 28-32 градуса. То есть это абсолютно нормальная вода, чтобы ребенок в ней плавал. Ребенок маленький в море будет плавать у вас там 5-10 минут. Если вы увидите, что ребенок побагровел, или у него синие губы, вы уже давно переплавали, минут как 20. То есть такого не должно произойти. Обычно это происходит со взрослыми детьми, которых из воды не вытащить. Ты сначала, они не хотят сначала идти, ты 20 минут их уламываешь, пожалуйста, пойдем. Потом он зашел, потом он случайно охребнул воды, кашлял 10 минут. Потом он понял, что в море классно. Это уже 30 прошло, пока вы там с ним только-только. И он потом еще с друзьями там играет в песочницу и мяч кидает. Вот тогда ребенок замерзнет, скорее всего, у него будут там синие губы. А в случае маленького ребенка, вот, например, сколько вам месяцев? 5 через неделю. Вот, например, вот это явный показатель маленького ребенка. Вот такой человек будет плавать в море 10 минут, да, потом выйти на берег. То есть лучше чаще и поменьше, чем один раз и надолго. Потому что мало ли что, там не понравится, может быть, там морская вода где-то что-то будет дискомфортно. Что-то такое. Лучше, конечно, в смысле не лучше, конечно, а нет ничего страшного, если ребенок плавает голый в море. То есть не думайте, что, допустим, трусики помогут ребенку предотвратить попадание на какую-то слизистую. Нет, естественно, все везде попадет. То есть голые в трусиках это не важно. Кстати, для бассейнов, если вы ходите в общественные места, есть специальные трусики-памперсы, которые стоит, конечно, брать с собой. Мы их даже брали с собой за границу, потому что в некоторых бассейнах, особенно если это отели там с большими звездами, они иногда просят детей доставать, если нету памперсов специальных. Ну, соответственно, чтобы ребенки, дети не какали в бассейн общественный. Это нормальная история, это хорошая практика. И они, в общем-то, везде продаются тоже за границей, потому что это правильно. А если это там ваш бассейн или что-то такое, то, конечно, пускай ребенок плавает голенький, ничего в этом страшного нет. И то, что вода там типа как-то попадет в уши морская, это тоже ничего страшного, потому что она не может попасть в мозг, это точно через ухо. То, что тоже частый страх. Или там, если ребенок немножко поперхнулся водой, тоже ничего страшного. Есть, кстати, для моря, тоже из лайфхаков, такой классный круг, он называется... Swim Trainer. Swim Trainer, да. Красный, зеленый и оранжевый для возрастов. Для самых маленьких. Красный как раз-таки, вот мы брали его с моей дочерью, ей было 5 месяцев отлично на море плавать. Она получается вот в такой позе. Здесь круг, здесь у нее такой как поясок получается, и руки на круге. И, соответственно, это не шея, на шее вот этот круг идиотский, неудобный. Не то, чтобы он идиотский ненужный, он просто не очень удобный. А вот этот действительно хороший. Ребенку комфортный, плавать можно долго, и ребенок своими же ногами гребет, и то есть и поза получается более физиологично в воде, нежели чем вы будете держать, потому что вы будете бояться держать все время. Но если не боитесь, то нормально. А в целом, да, конечно, если выбирать между бассейном и морем, то, конечно, лучше море. Можно вопрос ответить? Крем Мое солнышко как? Мое солнышко неплохой крем, да. Вообще, все крема неплохие. Нужно почитать состав, из чего они состоят, и сертифицированы ли они. И может так произойти, что одному ребенку, например, подойдет Мое солнышко, хотя оно там стоит, не знаю, сколько, но, к примеру, 24 рубля. А там Мустелла, которая стоит относительно 24 рублей, там, допустим, 1000 рублей, не подойдет. Вот такое тоже бывает у детей. У всех индивидуальная кожа, там, и барьерная, там, реакция. То есть никто никогда не знает. Но то, что нужно выбирать средства именно для детей, Мое солнышко, ушастые нянь, они специализированы, они для детей, они сертифицированы для детей. Ну, и Мустелла, и все там, и Ля Рош Пазея туда же. Но можно пробовать разное, потому что не у всех есть возможность покупать дорогие средства, а некоторым детям они просто не подходят. Поэтому тут просто выбирайте, что вам нравится. Вопросы есть? А вот как круг называется? А, swim trainer. Swim trainer. Можете набрать в интернете просто круг для плавания, и я больше чем уверена, что он будет практически там в первых, в первых поисковиках. Ну, или наберите картинки и увидите вот этот круг, который не на шею, а вот для ребенка вокруг него. Также очень неплохо работают нарукавники. Когда ребенок уже постарше, в нарукавниках вообще замечательно плавать. Так, ну что, я думаю, что мы переходим. А все тогда подходят сюда, да, или как мы будем? Я не знаю, видно будет. В чем особенность салфеток? Как я поняла, то, что мне уже рассказали сегодня, что их самая главная особенность, они единственные в мире, которые сейчас есть, которыми можно протирать доза ребенку. Потому что в них нет никаких присадок и нет никакой аллергии. Соответственно, если у вас, у нас же есть гигиена ребенка, с самого начала уход, когда мы протираем глазки, чтобы не было там гнойных каких-то содержимых, не было выделений. Соответственно, как я понимаю, я ими не пользовалась, чтобы там не получилось так, чтобы подумали, что я тут ими пользовалась и знаю. Я не знаю. Но раз они говорят про то, что можно вытирать глаза, то получается эти салфетки заменят нам хлоргексидин или фуруцелин, которым изначально рекомендовано протирать. Правильно получается так? Это круто, это удобно, действительно удобно. Также, раз уж точно им можно протирать глаза, значит, им можно протирать все возможные удобные участки тела другие, потому что это не глаза. И, соответственно, очень удобно, что у них вот эта вот штуковина, пластмассовая, они не помнутся. И, кстати говоря, именно из-за этого, если вы вот эту часть оторвете, вы вставите вот в такой же мамский рюкзачок, у вас все это отверстие, все они будут вытягиваться. Это, конечно, здорово. Ну и, конечно, то, что они очень прикольные на ощупь. Кто-то хочет потрогать их? Держите. 60 грамм, это без ухоза. Держите. И еще, кстати, плюс в этим салфеткам, что еще есть, помимо пластмассового закрывашки, вот это еще есть вот это, то есть двойной. Салфетки многоразовые, да-да-да. Да-да-да. То, что в основном, я помню, как откроешь, так она и не закрывается, или сразу оторвалась. Салфетки высыхают сразу же. Да-да-да. Салфетки здесь большой плюс в том, что они даже в течение 10 минут, если вы их оставите, они будут все равно влажные. Можно это? Да-да, конечно. То есть, если попробовать протестировать другие детские влажные салфетки, через 10 минут они уже будут сухие. Ну да. Эти сохраняют влажность, они в меру влажные. То есть, они не выжимают воду, да, и у них содержится витамин Е, фитексилитол. То есть, в принципе, если смотреть состав, да, такой состав... Да, они не пахнут даже, это неплохо. Не пахнут, да. Очищенная вода, мелький нетканный материал повышенной плотности, да, это, который вы чувствуете. Натуральный витамин Е и фитексилитол. Да, в общем, ничего такого нету, что вредного. Да, вредного нет. Салфетки стоит попробовать. Сколько они стоят? 137 рублей. Так вообще, очень достойно. 80 штук. Да, это даже, я бы сказала, дешевле, чем, например, те же салфетки Мэрис. Они стоят примерно так же, но в них не... Меньше количество. Да, в них меньше количество. Нельзя протирать глаза, потому что в них содержится мыльный раствор. А мыльный раствор, это, знаете, когда салфеткой протираешь, такая пенка остается сверху. Вот это мыльный раствор. Вот здесь их действительно нет. То есть, глаза протирать, естественно, таким мыльным раствором нельзя. Да, да, да. Если вдруг вы протирали глаза такими салфетками, то не пугайтесь, что у ребенка потом красные глаза, и он, например, расплакался. Ну, здесь по составу, вы сами понимаете, то есть у нас один из лучших составов, который сейчас есть на рынке. Если смотреть сейчас составы разных салфеток, то там всегда содержится либо какое-то масло, либо какой-то мыльный раствор, то, что как раз и способствует тому, что на лицо применять в любом случае ребенка нельзя, и может вызвать какую-то раздражительную реакцию. Ну, естественно, в рот, если он потянет эти салфетки, то тоже ничего хорошего не будет. А здесь, в принципе, может тянуть в рот, ничего страшного. Да, в общем-то, ничего страшного не подойдет. С состав позволяет. Так, тогда мы переходим, да, протестируем. Я так вижу, что есть размер MLMAXS есть? Нет. Или только есть? Будет только уже в конце сентября будет для награжденных. И в упаковке мы имеем 36 штук? 56. 56, ага, все, вижу, поняла. И 36 пакетиков для утилизации этих подгузников. А как они выглядят? Мы уже разговаривали о том, что подгузники после использования не очень сильно пахнут. Видите, у нас там? Да, пахнут. Вы хотите достать пахнущий подгузник? Мы хотим достать пакетик. А, я поняла. Я думала, вы оставили специально для... 36 пакетиков в каждой упаковке. То есть, вот эти все подгузники, когда дома их много, вы же каждый там не пойдете выносить, да, сразу же. То в этот пакетик он впитывает все запахи. И запахов вы уже дома не ощущаете. Он, этот пакетик самоутилизируется. Он через 4 месяца самоутилизируется в природе. То есть, он полностью из органического происхождения. То есть, мы полиэтилен не производили специально, да, чтобы еще больше загрязнять нашу природу. То есть, эти пакетики... А подгузник? Ну, подгузник, где вы видели? Чтобы подгузник утилизировал. То есть, получается, он утилизировался, а подгузник так остался. Ну, понятно. Ну, мы решали другую проблему, чтобы полиэтилен не производить. Я поняла. Я поняла, ладно. То есть, он под землей где-то будет вонять. Нет, пакетики, они входят в ССДА. 36 пакетиков в... Да, это очень удобно. Слушайте, это реально удобно. То есть, когда подгузника... Да, даже 3 туда влезет. ...брать их с собой в машине, да? То есть, если у вас есть какое-то специальное приспособление, куда будет ребенок ходить в туалет. А как он потом закроется? А, ничего себе, даже так. Да. Ну, ничего себе, вы просто пошли впереди планеты всей. Да. Все хотели, а мы сделали. Некоторые это не могут сделать даже для обычной помойки, нормальный пакетик. Что достаешь, и все рвется. Дно осталось в этом, а тут уже для... Вот так и понес. Два подгузника здесь спокойно вмещаются. То есть, 36 пакетиков на всю упаковку. Да точно. Да там и 3 влезет, если захочешь. Ну да. Если хорошенечко свернуть. Ладно. Так, давайте тестировать. Сначала, наверное, мы посмотрим просто, как он выглядит. Да, да. Давайте мой вот... Да, тоже можно раздать. Мягкие, что они. Кто когда... Никогда не... А, вы уже их трогали. Да. Какой цвет вы даете сейчас? Это М-ка. Вот М-ка. А, М-ка еще не мягкая. Спасибо. Да, они очень мягкие. Да, очень мягкие. Вот этот внутренний слой очень мягкий. И резиночка хорошая. Резинка хорошая. Ну, давайте, чтобы сравнивать, давайте вы сейчас понюхаете. Эссок нету пока вообще. Эссок нет, да. Их в принципе пока нету, да. А М-ка вот какого-то веса? Она будет от 6 килограмм. От 6 килограмм. От 6 килограмм. Ну, не чуть-чуть мало мере. Ну, это 3. Не от 5 килограмм уже можно. У меня уже 8. Да, вам подойдет. Мне знаете, что еще нравится? Что здесь вот эта широкая часть ушек, и она не будет перетягивать ногу. Потому что бывает, что вот эта ушка заканчивается на липучке. И край липучки касается вот здесь кожи. Еще внутренняя вот здесь кромочка, или как она называется, тоже есть, чтобы не протекала. Да. А сколько вы их, как это, придумывали и выпустили? Молодцы. А рисунки разные или всегда один? Нет, они разные. То есть вот на М-очке, да? М-ка там... А, там звери, а здесь уже воздушная шерсть. Я поняла. Рисунки, на самом деле, не самые главные. Ну, понятное дело. А вот эти под детской карте можно расплачивать? Да. Ого, вот это вообще огонь. Еще 5% из магазина, это не магазин? Ну, из магазина, да, из магазина, конечно. Так, тогда мы будем лить воду. Давайте мы будем лить воду. То есть мы... Вы тогда надо держите, да? Лью, да? Да. По чуть-чуть. Еще, как я поняла, большая скорость впитывания, да? Еще наливаем? Да, 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 да. Все выливаем. А, все выливаем. Все выливаем. И на все другие образцы мы тоже сейчас выливаем. Так, и оставим их. Тут у нас дальше идет что? Памперс. Давайте я держу, а вылейте, чтобы никто не подумал, что я тут как-то особо лью. О, ничего себе, тут можно и вылить. Не впиталось даже до сих пор. Так, и вот еще одна фирма. Да, вот эти впитываю тоже быстро, по сравнению с памперсами, во всяком случае. Так. Что-то как-то много, да, или он маленький? Так, все. Смотрим. Сухо? Сухо. Чуть-чуть осталось. Угу. Это был не премиум, да, или это премиум был? Самый маленький премиум, да. Самый маленький премиум, да. Ага. Здесь чуть-чуть молока осталось. Чуть-чуть вот тут. Угу. Вот, ну и в принципе можно, наверное, потрогать по ощущениям, чтобы понять. Вот этот влажный, кстати. Очень. Вот этот тоже влажный. Ну вот этот не такой влажный, кстати. А тот? Наш вот. Наш, да, я поняла. Этот сухой. Нет, ну он тоже чуть-чуть влажный, но не могу сказать, что он прям вот, например, не такой же влажный, как тот. Тот самый влажный. Растригать будем? Здесь нет влаги. То есть если посмотреть, здесь нет влаги, здесь вся влага, она это именно гель. То есть она преобразовалась в гель. Можно? Ну, я не знаю, будем растригать, можно проверить, простричь. Из чего внутри состоят. То есть у нас подгузники, они стоят. Ну, ка, дайте-ка еще вот это. На 7 слоях, ну вот, конечно. Да, нет, этот вообще мокрый насквозь. Этот, можно сказать, в минус ушел. Вот этот премиум. Ну, вот этот тоже влажный, однозначно. Мне кажется, остался наш и остался вот этот. Ну, вот, по сравнению. Так, трудно сказать. Мне здесь, я не могу сказать, что они сильно влажные, но вот здесь мне нравится больше то, что гель тут с катышками такими сошелся. То есть он под копой будет. Да, вот здесь равномерно он прошел, а вот здесь он такими как комочками стал. Это, кстати, памперсу тоже комочками становится. Это ужасно. Это очень неудобно, когда ребенок всегда в положении. Да, 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 да. Вот это тоже нет. Ну, получается, ваш реально самый лучший из этих всех, которые есть. Конечно, еще есть другие фирмы. Мы с ними не сравнивали, но вот с этими победил. А вот в Мэрис или Мирис? Мэрисы. Мэрисы. Мэрисы хорошие. Мэрисы хорошие, да. То есть, ну, мы можно... Оно у нас, к сожалению, здесь вот в магазине не было, да, чтобы купить и не протестировать на них. Мэрисы тоже хорошие, но они... Бывают категории детей, у которых особая чувствительность. У нас протекает чуицкий. Может быть, по размеру не подходит. Для людей, которые подходит, например, для новорожденных. Такая упаковка, причем из трех в три, как сказать, трое родителей. А, ну, да, тут такое, тут всегда, никогда не знаешь. Но Мэрисы, вот они мне очень нравятся, но они толстые. Вот что ни скажешь, относительно этих, они, конечно, тоньше. Наши очень тоненькие. То есть, у нас, в принципе, они самые тонкие на рынке, да. То есть, если смотреть, они очень тонкие. При этом они уже семь слоев себе содержат. В отличие от всех остальных. И цена у нас получается вот этих сколько? Еще раз. Тысяча двести девяносто. А если это будут трусики, неизвестно, сколько это будет стоить? Ну, в том же самом ценовом диапазоне. Тут 56. Мы пока не знаем, в каком количестве они будут. Взять. Но ценовой диапазон мы будем делать одинаковый. То есть, у нас, в принципе, мы смотрим... У нас очень дорогая себестоимость от гузников. Уходит очень дорогая. Мы делаем на нее очень-очень маленькую наценку. Если мы их сейчас не приобретете в магазинах, если мы сейчас выйдем в магазинах, они будут стоить там дороже, чем мэриц. Вот. Но мы хотим, чтобы они были доступны всем. И поэтому мы их сейчас продаем через интернет. Либо вот нашим... Либо получается... И получается, они единственные у кого-то семь слоев, правильно? Да. Я понимаю. Мы пока первые на рынок с этим пришли, да. Ничего себе, вы дали жару. И какие у вас еще разработки? Не расскажете? Понятно. Понятно. Нет, ну так получается, вы молодцы. Ничего не могу сказать. Здорово. Ну, не забывайте, что еще в упаковке 36 пакетиков. Да, да, пакетики это прям даже круче, чем то, что вы придумали в новой подгузнике. То, что вы придумали в пакетике, это вообще огонь. Реально. Ясно. Ну, здорово, да, вопросы. Есть ли вопросы? Я бы вот сразу бы купила, честно, 100%, если бы были трусики. Почему не считаются памперсы от трусиков? Трусики? Памперсы, это нормально. Они вот тут цельные. То есть вы будете одевать их как трусики. До того, когда они начинают ползать, бегать, ну, то есть когда резвые. То есть когда вы их можете положить на пленальный столик и одеть спокойно подгузник, закрепить. А трусики, это все-таки они выглядят как трусики. То есть если у вас ребенок уже бегает, вы на него быстренько нацепили, и все, и он побежал дальше. Потому что когда он уже бегает, вам его положить будет нереально. Да, вы его будете класть вот на эту часть, с этой стороны. Вы его только положили. Пытаетесь... То есть вам нужно две руки, чтобы вот здесь натянуть на пузо спереди, то есть вытянуть и натянуть вот так. И он уже у вас все убежал в этот момент, и вы ничего не успели. Вы наклеили криво резинку, здесь образовался карман, все протекло. То есть они действительно неудобны для взрослых детей. Но не для всех. Кто приноровился, то удобно. Плюс они, трусики, всегда идут дороже, чем памперсы, ну, в смысле, подгузники. И поэтому не все их могут себе позволить. И некоторым они не очень нравятся, потому что их нужно... То есть когда ты их одеваешь, с одной стороны это удобно, но на самом деле в этом тоже есть свое неудобство. Поэтому кому-то нравятся подгузники, а кому-то нравятся трусики, это все вот индивидуально. Потом трусики, кто-то, может быть, не знал, я тоже проводила опрос в Инстаграме, что они сбоку разрываются. Некоторые их снимают потом так же, как и трусики. То есть когда ребенок там накакал, то просто как будто бы накакал. Есть те, которые скрепляются и разрываются. И папа тоже, потому что все вокруг. А есть те, которые потом очень сложно разорвать. Нет, некоторые бывают, которые... Ну, они все должны разрываться, но просто некоторые, если дешевые трусики действительно, то они не разрываются. И это тоже неудобно, потому что вы ребенка положили, он уже весь изъерзал, уже все через края вывалилось наружу, а вы еще до сих пор трусики не сняли. Поэтому, да, тут... Потому что трусики обычно идут чуть пожестче, чем подгузники сами по себе. По опыту у нас, кстати, я... Не знаю, вот этого не подметила. Ну, вот в мэре... Такими мягкими я не видела, что были именно трусики. Не знаю, что у нас будет. Сейчас у нас в новой партии мы также будем выпускать, я уже сказала, размер для новорожденных. И в наших подгузниках будет больше всего абсорбента, чем всех остальных подгузников. То есть подгузники будут самые в мире быстро впитывающие, и которые будут больше поглощать власть. А получается у вас будет как, новорожденные сразу М? Ну... Или С будет? С будет, потом М. А, все, я думала, С тоже не будет. Л и тусификции. Все, я поняла. А для взрослых? Для взрослых. Ясно, ладно. Взрослым не так, нужно 7D. Помедленнее писайте, пожалуйста. Ясно, понятно, хорошо. Ну, тогда, если нет вопросов, то мы и завершаем, да? Да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok